Валенсия. Это провинция на побережье Испании. Валенсийцы? Как жители Валенсии зовут? Здесь узкие улочки и вкусная еда. Полтора евро килограмм за очень вкусные помидоры. А еще высокие налоги. Платим конческие налоги. Около 40 процентов. Люди живут в коммуналках. У нас все общая. Обычная коммунальная квартира. Отвратительная навигация. Повсюду QR-коды. А это какое? Тут ни хрена не понятно. Что такое четыре? И убогие арт-объекты. Им показалось недостаточно весело, они решили добавить сюда грибочки. Тогда почему сюда едет так много россиян? Это лучшее место на земле. Пока можно обсудить архитектуру. Мне кажется, только из одного рынка можно сюда переехать жить. Друзья, всем привет. Я в Испании. Сейчас страна занимает четвертое место в Евросоюзе по уровню развития экономики. Но так было не всегда. После Второй мировой войны Испания была страной-изгоем из-за поддержки стран России, которые воевали на стороне нацистской Германии. Многие западные страны из страны коммунистического блока в качестве наказания вели против Испании торговая эмбарго. Экономика страны на тот момент была разрушена последствиями гражданской войны и свержением монархии. Эмбарго ухудшило эту ситуацию и в середине прошлого века правительство Испании ввело ряд реформ, которые не только восстановили экономику, но и сделали ее самой быстро растущей на континенте. И сейчас Испания занимает 14 место в мире по экономическому развитию. При этом в стране нет никаких сырьевых ресурсов, за счет которых Испания могла бы обеспечить приток денег в бюджет. Сегодня мы попробуем разобраться, как страна смогла достичь экономического успеха, стать комфортной для жизни, создать сильную прослойку среднего класса, и все это без нефти и газа. Ну что, мы с вами в Валенсии. Валенсия третий по величине город Испании после Мадрида и Барселоны. Здесь довольно приятно. У них есть замечательный старый центр, с красивыми башенками, монастырями, историческими зданиями очень неплохими и даже какая-то урбанистика. Они недавно реконструировали центральную площадь, там если пройти даже остатки трамвайных путей, что нам говорит, что раньше в Валенсии был трамвай. Сейчас, к сожалению, трамвая нет, за трамваем надо ехать в Барселону, зато здесь неплохо, они практически на площади сделали сад, очень все мило, а раньше была здесь парковка. Ну а в целом, что, приятный испанский городок, живет здесь миллион человек, так что жители соседних деревень, которые покупают себе квартиры в совсем небольших городках, они могут приезжать в Валенсию, чтобы почувствовать себя в городе. Хотя, как город, он все равно, кто привык жить в столице, они жалуются, что мало сервисов, мало каких-то магазинов, к которым привыкли, все равно до крупного города не дотягивает. Зато спокойно. Мне кажется, наоборот, плюс то, что здесь нет толп туристов, которых, например, можно увидеть в Барселоне. Одна из проблем Испании, что здесь весьма вольно относятся к фасадам исторических зданий, здесь нет какого-то строгого дизайн-кода, мы можем видеть просто какое-то совершенно дикое разнообразие вылесок, витрин, каждый арендатор помещения делает, что хочет, и почти всегда это грустно и плохо, но иногда бывают интересные решения, например, владельцы вот этого магазина, я не знаю, сейчас он, по-моему, не работает вообще, но, по крайней мере, кто-то здесь что-то арендовал, и ребята были креативны, потому что они сбили штукатурку, обнажили вот эти камни, из которых построено здание, сверху сделали сетку и на сетке сделали вышивку в виде деревьев. Это получился вязанный фасад. Очень интересное решение, такое я раньше нигде не встречал. Велодорожка, друзья, как мы знаем, в некоторых городах Испании, особенно в Мадриде, велосипедистов ненавидят. Велосипедистам в Мадриде говорят ездить по проезжей части, сейчас тебя собьет, я спас тебе жизнь. Так вот, велосипедистам в Мадриде говорят ехать по проезжей части среди автобусов, среди сумасшедших таксистов, рискуя быть взбитым. В Валенсии, посмотрите, у них не велодорожечка, а дорога с золотыми кирпичами прямо в рай вымощенная. Отделена от проезжей части, отделена от тротуара, хороший ровненький асфальт, в две стороны. И по этой велодороге ездят счастливые валенсийцы. Как жители Валенсии зовут? В общем, жители Валенсии, посмотрите, сколько их, они потрясающие. Они все едут на велосипедах и они счастливы, потому что, как минимум, они чувствуют себя на этой велодорожке в безопасности. Вот мадридцам нужно научиться как правильно делать велодорожки. Центральная площадь Валенсии. Что примечательно, большая пешеходная зона. Фонтанчики, пальмы, люди ездят на велосипедах, на самокатах, какая-то панда ходит, фотографируются киоски. И для автомобилей они оставили всего одну полосу, которая идет просто по краю этой площади, и то, по-моему, нет сквозного проезда. А если посмотреть на старые фотографии этой площади, была центральная площадь, здесь входил трамвай, здесь была парковка, была куча людей. В общем, кипела настоящая жизнь. Теперь все отдали людям и получилось такое довольно приятное живое пространство. Самое главное, вот вся эта роскошная архитектура вокруг. Одно из самых интересных зданий на центральной площади Валенсии, это, хотел сказать, здание центральной почты. Да это не просто центральная почта, это почтовый дворец. Посмотрите, роскошнейшее здание, огромное. Мы сейчас еще подойдем поближе, там должен быть какой-то удивительный вход. В этом здании самое интересное, это детали. Построили, кстати, 100 лет назад, открытие было в 1922 году, то есть на момент записи 101 год, как открыли это почтовое отделение. И самое интересное в этом здании, это количество каких-то удивительных, интересных деталей. То есть можно просто подходить и рассматривать, и искать какие-то там классные моменты сюжета. Например, над аркой центрального входа есть две скульптурные композиции, там какие-то такие вот люди с крылышками. Это доставщики почты, это не ангелы, как кто-то мог подумать, это доставщики почты. И обратите внимание, что одна группа доставщиков почты едет на локомотиве, там такой у них маленький локомотив, это олицетворяет доставку почты по земле, а другая группа на кораблике плывет, это доставка корреспонденции по морю. Пойдем поближе и посмотрим. Огромный главный вход, и над главным входом еще одна скульптурная композиция, пять девушек сидит. Эти пять девушек олицетворяют пять континентов, с которыми на момент открытия этого здания почты было почтовое телеграфное сообщение. Собственно, Европа, Азия, Африка, Америка и Океания. Вон сидят красавицы. Что интересно, теперь здесь почтового отделения нет, по крайней мере в главном зале, зато здесь есть какая-то галерея. Благодаря этому можно даже вечером сюда прийти и полюбоваться на интерьер, потому что главный изюминка вообще этого здания это гигантский стеклянный купол, на котором расположены витражи с изображением всех гербов испанских провинций. Город искусств и наук. Пример того, как с нуля буквально на пустом месте можно сделать в городе роскошную достопримечательность. Этот комплекс разработал Сантьяго Калатрава, один из самых известных современных архитекторов. В комплекс входит дворец искусств, планетарий, крытая галерея с растениями и океанариум с небольшим парком птиц. Город искусств и наук считается одним из лучших примеров современного архитектурного комплекса. А раньше на его месте была просто речка-вонючка Турия, от которой Валенсия получала только комаров и эпидемии. Сейчас по бывшему руслу Турии вокруг центра Валенсии идет парк, ну а город искусств и наук – это его главная точка. Смотреть город искусств я отправился с Яном Вайнрухом, основателем агентства недвижимости «Алегрия Рил Эстейт». Раньше здесь была арикатуре, в конце 80-х городские власти задумали, а не построить ли здесь что-то такое знаковое. Прямо изначально у них была задача, чтобы это был не просто какой-то объект, чтобы была прямо создана новая достопримечательность, которая привлечет город туристов, баблишко, и станет новым городским символом. В 89-м году проект отдают Сантьяго Калатраво, и его характерный почерк – это такие конструкции, он вообще конструктор, что-то напоминающее скелеты каких-то рыб, все очень изящное, то есть это не просто балка-палка, его работа есть по всему миру, в том числе их очень много в Испании, и это, наверное, самая масштабная вообще его работа. Строят они все это дело долго, открытие здесь начало происходить постепенно только в конце 90-х годов, и еще 10 лет они все это потихонечку открывали, собственно, только в конце нулевых это дело заработало. Сейчас можно посмотреть, что с ним стало за уже 15 лет полноценной эксплуатации. Что они хотят? Скажи, это искусство или нет? Ну, это искусство, некий скульптор, его зовут Рамон де Сото Аранхита, да, и работал он в Политехническом университете Валенсии. А эта лестница, она что значит? На нее надо как-то забираться? А это лестница, которая характеризует жизнь и смерть. Ну, видишь, у тебя получилось. Главное, чтобы она вниз не спалилась. Ну да, тут теперь открываются потрясающие виды. Единственное, надо понять, это все-таки произведение искусства, на которое я так вот по-варварски забрался, или это предполагалось, что сюда кто-то зайдет? Я здесь был 10 лет назад, даже больше. В 2012 году, когда это все еще было относительно новенькое, и тогда впечатление было гораздо лучше, потому что такая вот современная архитектура, то, что здесь сделано, она хорошо выглядит, когда ее прямо очень хорошо эксплуатируют. То есть это все должно быть чистое, намытое, за этим всем надо следить. А здесь видно, что забили. Смотри, планетарий, он выглядит как горная вершина, со снежной шапкой, только вместо снега там говно-чайка. А это проблемка, она существует, без планеты не все хорошо эксплуатируют. Пальмы выпилили. Раз, два, три, четыре пальмы не хватает. Доски уже все кривые, косые. Идем дальше. Значит, здесь, видимо, было какое-то, что-то должно быть стеклянное и прозрачное. Стеклянное и прозрачное пол. Разбито, засрано. Вот, это все чайками. Мне кажется, знаешь, что еще есть какая проблема? Тоже видишь, эти окна все грязные, почему-то не моют окна. Да, это странно, почему они не моют окна. И у меня еще есть такое чувство, что они здесь как-то с зеленью перебрали, потому что на первоначальных картинках, когда здесь зелени не было, вот это все отражалось, оно смотрелось как-то так, ну, более стильно. Более стильно. Сейчас какие-то появились кусты повсюду, вот там наверху появилась эта зелень, ее раньше не было. Здесь у нас главная проблема современной архитектуры, то, что в отличие от того, что мы привыкли видеть в центрах городов, архитектура старая, современная, она очень плохо стареет, потому что каменные здания, которые, например, в историческом центре той же самой Валенсии, они с годами становятся только лучше, они подрываются благородные патины, и годы идут им на пользу. А современные здания, они, наоборот, смотрятся неряшливо, какие-то потеки, какая-то ржавчина проступает, и все это с годами смотрится все грустнее и грустнее, поэтому нужна очень дорогая эксплуатация. Здесь очень хорошо видно, что они абсолютно не подумали над тем, как это будет использоваться, поскольку мы все-таки не в Сингапуре, а в Валенсии, и народ здесь менее законопослушный, то все, что можно было завандалить, они завандалили. Здесь были такие раньше сетки кругленькие, сделали для красоты, теперь на всем мосту не осталось ни одной. Ну да, все, все поломали. А главное не свалиться с этой штуки, она не такая устойчивая, как кажется. В Испании высшее образование можно получить в университетах, высших технических училищах и университетских школах профессионального образования. Несмотря на то, что англоязычных программ в Испании не так много, некоторые частные бизнес-школы предлагают обучение на таких специальностях, как маркетинг, туризм, экономика, начальное образование, коммуникации и журналистика. Стоимость обучения в государственных вузах варьируется в зависимости от престижа и вашей специальности. Моя героиня Мария занимается исследованием в области физики высоких энергий, а также физикой нейтрино в университете Валенсии. Раньше она жила в Москве и училась в МИФИ, но в 2017 году Мария выиграла грант от местного банка для талантливых ученых-иностранцев. Так она перебралась в Валенсию. Я поговорил с ней о том, как живется молодым ученым в Испании. Чем принципиально отличается образование в МИФИ от образования вот здесь, в университете Валенсии? Больше свободы. Больше свободы в том, как ты работаешь. То есть профессора дают тебе больше творческое какое-то. В Москве я работала в очень хорошей группе, и я, в принципе, им очень благодарна, но это было больше… Очень сильно было как тебя центрирует, куда ты должен пойти. То есть ты хочешь вот этот вот путь, вот эта задача, что-то такое. А тут было очень много разных вариантов. Можно было в одном исследовательском институте тоже с разными, ну, учеными разговаривать, и, может быть, в разные эксперименты пробовать, смотреть, что они делают. Здесь ты постоянно вовлекаешься в науку, заканчиваешь бакалавриат, и ты делаешь в конце проекта. И проект обычно ты делаешь на базе университета. И магистрский проект также, то есть ты постоянно вовлечен. И какие-то летние программы тоже много времени проводишь именно в научном центре. И здесь все очень рядом, на базе одного кампуса. Чем ты планируешь дальше заниматься? Да, я планирую, честно говоря, уйти из науки. Так, почему? Потому что, ну как, я раньше, пока не началась война, я хотела вернуться, может, в Россию, работать как раз в ИАИ, еще вот именно плотнее заняться наукой, но вернуться в Москву, потому что вся семья была там. А потом началась война, и семья уехала, и как-то стала немножко не очень мне эта идея вернуться в Москву, и я решила остаться в Испании. Вообще я здесь уже пять лет, у меня ПМЖ, и я могу теперь получить паспорт через пять лет. В науке немножко сложно сейчас с получением постоянных позиций. PHD-контракт – это обычно максимум пять лет, и после пяти лет необходимо все, необходимо закончить. PHD хочет этого или не хочет. А потом у тебя нет шансов, ты должен искать следующую позицию в другой стране, иначе ты не сможешь построить успешную карьеру в науке. Любые гранты следующей ступени, которые тебе дают возможность получить постоянную позицию в институте, они требуют мобильность, они требуют, чтобы ты набирался опыта в разных странах, переезжал, 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 ну и там… Не тянет меня к такому образу жизни уже. Сколько ты сейчас на науке зарабатываешь? У тебя есть стипендия? У меня была вот раньше вот эта стипендия от банка, и получалось довольно много, было тогда 1800 евро, а сейчас я… 1800 евро чистыми? Чистыми, это уже после налогов. Вот, а сейчас я зарабатываю 1100, потому что у меня другой контракт, чтобы я могла оставаться… ну, как контракт рабочий, чтобы я могла закончить свой PhD. Мне платят как технику на неполный день. Можно ли на 1100 евро жить в Валенсии? Можно, да. То есть ты не можешь снять свою квартиру, но ты можешь снимать комнату, так очень многие делают. Какие вообще зарплаты? В России как принято считать, что у нас ученый, он нищий? Нет, нет, здесь не нищий, здесь не нищий, у меня вот уезжает коллега, он защищается примерно как я, в июле, и он уезжает в Манчестер, и зарплата у него после налогов будет 2800 евро. Это считается хорошая? Это считается нормальной зарплатой, если он будет в Манчестере работать. Ну, подожди, а что можно, ну, давай с европейскими ценами, 2800? Да. Это в день у тебя 80 евро. То есть ты в ресторан ходить не можешь? Ну, я не очень вижу смысла ходить в ресторан. Нормальное жилье снять не сможешь. Нет, почему сможешь? Потому что у тебя получается 1200 уйдет на жилье в Манчестере. Так, остается 1200. Ну, нет, остается 1600. 2800 минус 1200. Вот. Математика не моя сильная страна. Остается 1600. Да. 50 евро в день. Где-то не так плохо. 50 евро в день? Это 10 с утра ты выпил кофе. Ну, какое 10 с утра выпил кофе? Здесь кофе стоит, ну, евро 30. С круассаном. Что это? Я, знаете, с круассаном, то тогда 4 евро. А как путешествовать? Ну, путешествовать... Ездить в отпуск. Тебя заставляет немножко планировать, но если ты планируешь заранее, то можно ездить очень дешево по стране, по Испании, в принципе, в Португалию. Вот это все очень дешево. А если жить в Англии, то ездить в Испании еще дешевле. Вы просто разговариваете с человеком, который живет на 1100 евро в месяц. Я со многими ребятами говорю там, в Европе, ну, у всех там примерно зарплаты одинаковые там. Ну, не одинаковые, но вот эта вот вилка не такая большая, да? Кто-то получает там полторы, кто-то получает две, кто-то получает три. Это вообще прямо... От страны зависит. Вот. Да, но это все равно не какие-то такие деньги, как, например, вот если сейчас кто-то собирается там делать карьеру, можно, я не знаю, там ты идешь в какой-нибудь там банк или еще куда-то. Да. И там совершенно другой уровень. То есть все-таки, когда мы говорим про науку, это не какие-то такие деньги, что ты можешь классно жить на них. Ну, совсем-совсем классно, наверное, нет. Но тот же вопрос, какого уровня запроса. Квартиру я снимаю с пятью другими людьми, но она... С пятью? Подожди. Но она огромная квартира, вы что? Ты живешь фактически... Ты снимаешь квартиру с пятью людьми. Это... Это коммуналка. Квартира огромная. Ну да, да. Это коммуналка. Сколько комнат? Комнат с гостиной или нет? Ну с гостиной. Ну с гостиной то семь. Семь комнат, а это классическая питерская коммуналка. Ну хорошо. Одна кухня общая, правильно? Да, она большая довольно. Так. Когда вы идете в туалет, у вас у каждого свой рулончик с туалетной бумагой? Нет, у нас все общее. У вас все общее. Обобществление было. То есть, ну какая обычная коммунальная квартира. Ну что ты мне рассказываешь? На самом деле, зависит очень сильно от того, где ты работаешь. Потому что в AI коллеги, в принципе, сейчас как бы от месяца к месяцу получают довольно приличную зарплату. Ну как приличную. Сколько приличная? Давай уже. Сколько приличная зарплата? 100 тысяч рублей. Это нормально. До Москвы, наверное, не очень, но я не знаю. Сейчас, вот прям сейчас, цены очень сильно выросли. Сколько у тебя уходит на продукт? Ну сейчас вот уходит 300-400 евро, но это я прям стараюсь рассчитывать. 400 евро и ты экономишь? Да. Ну, потому что, да, сложно немножко. Много здесь русскоговорящих? Полно. Сейчас стало еще больше. Что это за люди? Я слышал, где-то дома Михалкова есть. Вот я не знаю, я не знаю. Вот мы в этом чате вместе организовывали встречу, и пришли люди, кто только переехал, например, и там врачи были, люди совершенно разных профессий. Сейчас очень много еще кто работает в сфере красоты, там маникюр, стрижки и все такое. Но это в основном украинки, кто переехал. У Яна, с которым мы гуляли по городу Искус, двое детей. Дочери 6 лет, а сыну 13. Они учатся в британской школе, где обучение проходит на английском языке. Я решил узнать у него, как в Валенсии обстоят дела со школьным образованием. В Испании есть три типа школ. Есть государственные школы, это бесплатные школы, где образование полностью на испанском языке. Безусловно, они учат иностранные языки, как минимум английский, иногда еще какой-то дополнительный. Есть школы частные, преимущественно британские, но в том числе есть французские лицеи, есть немецкие школы, есть американские школы. И есть школы полугосударственные, получастные, которые субсидируются. Обычно это школы религиозные, католические, где образование стоит, но не такую стоимость, как в частной школе. Говорят, что если нет образования на русском языке, то дети русский знают плохо, и потом его не используют в общении со сверстниками. У нас дети родились в Европе, в Испании, и русский язык знают, в принципе, в совершенстве. Старший сын читает, дочка тоже уже, кстати, читает, пишут на русском языке. В школе у них, естественно, нет русского языка. Соответственно, это домашнее образование, плюс репетиторы, которые приходят к нам домой, и детей обучают русскому языку и литературе. А, то есть ты отдельных еще учишь? Да. То есть кто-то приходит? Да. Дома мы говорим преимущественно на русском языке. Наша школа стоит от 800 до 900 евро в месяц, в зависимости от возраста ребенка. И это считается дорогая школа? Это считается дорогая школа. Они учатся по английской, по британской образовательной системе, не по испанской. Угу. Потом с этим можно будет поступать уже куда угодно. Да. Они могут поступать и в Испании, в Британии, в других странах, где выберут, где захотят продолжить обучение. Во всех школах есть подготовительные классы. В этих подготовительных классах их усиленно учат испанскому языку и английскому языку, и буквально через полгода они уже могут адаптироваться в нормальный класс. Угу. А для того, чтобы поступить в бесплатную испанскую государственную школу, что для этого нужно? Да. Вообще ничего не нужно. Нужно только родителям, чтобы у родителей, у детей была прописка. В Испании обязательно. И школы всегда подбирают по месту жительства, по месту прописки. То есть меня обязаны взять школу? Если я купил квартиру где-то, не знаю, в центре Валенсии, например, то я иду в ближайшую школу и говорю, вот у меня здесь прописка. Вот у меня там 15 детей моих, быстро их учите. Да. Ну процесс чуть-чуть другой. При каждом муниципалитете есть специальный отдел, который отвечает за образование. Ты приходишь туда, подаешь документы на детей. Это копии паспортов и испанский номер иностранца, не я номер так называемый. Это вид на жительство какой-то? Даже если нет вида на жительство, в Испании образование, оно обязательное. Дети обязаны принять школу, даже если ты находишься в статусе нелегальном в Испании. Что с дошкольным образованием? В Испании школа делится на три этапа, точнее на четыре этапа. У нас школа начинается с трех лет. С трех до шести лет это называется инфантиль по-испански, то есть дошкольное образование. По сути это садик, но тем не менее это школа. Оно немножко отличается от классического садика. Детки спят только вот в первом классе вот этой дошкольной программы, только когда им три годика. С четырех лет они уже не спят. У них помимо игр есть еще какое-то образование. Они учат обязательно испанский и английский язык, они учат алфавит и готовятся к шести годам перейти на следующий этап. Следующий этап называется примария. Примария это начальная школа, где дети учатся с шести до двенадцати лет и переходят на следующий этап, который называется секундария. Секундария это уже средняя школа. Дети там учатся с двенадцати до шестнадцати лет. И по сути вот это вот обязательное образование, которое они обязаны учиться. А дальше те, которые поступают в университет, они могут закончить еще два класса школьных с шестнадцати до восемнадцати лет. Это по сути бакалавриат. Если вы рассматриваете Испанию как потенциальную страну для жизни, то компания Allegria Real Estate может помочь с переездом. Allegria Real Estate это застройщик и центр услуг в Испании, сотрудники которого подберут квартиру или дом для купли, продажи или аренды. Кроме того, компания помогает по всем вопросам в сфере иммиграции, страхования и образования. Здесь можно выбрать услугу по устройству детей в школу, подбору вузов, помощи с поступлением, оформлению студенческих виз, подбора языковой школы. Сотрудники также помогают со всеми видами легализации в Испании. Какие сейчас есть способы гражданину России легализоваться в Испании? Можно купить квартиру, например, но здесь есть ограничения. Для того, чтобы получить вид на жительство, квартира должна быть ценой от 500 тысяч и выше. Ага, то есть на полмиллиона евро мне надо купить квартиру, хотя это одна квартира или я могу несколько купить на эту сумму набрать? Можно одну, две, десять в одном городе. Нет, имеется в виду, что если я куплю 5 квартир по 100 тысяч. Можно. А, всё, то есть мне главное набрать на себя недвижимость, купить квартиру в Испании. Вот у меня есть полмиллиона евро, они у меня лежат в Москве. У меня нет, если что, я просто теоретически. Как мне купить квартиру из Москвы? Ну, логично, что сейчас это стало сложнее, сама процедура стала сложнее. На самом деле сейчас каждый случай покупки россиянами недвижимости, он обсуждается. То есть если раньше была простая схема, да, то есть любой человек, который приезжал сюда, он мог на паспорт открыть счёт, завести деньги. Да, нужно было подтвердить, откуда эти деньги, да, как он их заработал. Логично, что это не должны были быть отмытые деньги и так далее. Налоговая декларация российская, она подходит? Да, она принималась всегда, всё как положено, и 2 НДФЛ, и 3 НДФЛ, и самозанятые. То есть это всё принималось. Поэтому россияне продолжают покупать недвижимость. Ограничений никаких нет. Единственное, только если человек не в санкционных списках, но надеюсь, что не тот случай, да. Что я здесь делаю тогда? Да, поэтому это единственное ограничение, которое есть. Легальное, я имею в виду. Меня тоже часто очень спрашивают, можно ли купить. Можно, можно, действительно можно. Но вопрос заведения денег, это, скажем так, стал одним из самых главных вопросов. Но пока решают. У нас есть департамент банковских услуг, у нас есть риелторы, которые разрабатывают схему заведения. Всё абсолютно легально, просто индивидуально под каждого клиента. Вид на жительство? Вид на жительство инвестора, да. Это очень хорошая опция, потому что, если планируется инвестиция, это, скажем так, наиболее простая опция для легализации, потому что основанием для легализации является покупка. То есть не нужно доказывать, что есть какие-то пассивные доходы, не нужно учиться, не нужно открывать какой-то инновационный стартап, да. Просто сам факт покупки даёт право на Venge. Я правильно понимаю, что у меня появляется такая красивая европейская карточка, вид на жительство, по которой, во-первых, я могу без всяких шенгенских виз сколько угодно находиться в Европе, никаких этих 90 дней ограничения. Я, проходя границу, просто как белый человек, кладу на стол вот паспортисту, да, вот эту вот, эту карточку, и меня говорят, добро пожаловать. И более того, её сейчас дают на три года. Вот вам вино, да, сразу в аэропорту там встречают. Вино, сардину, и тарелку с паэлью, там, хамон, хамон стругает уже пограничник, видя то, что уважаемый человек. Да, но на самом деле они, когда видят эту карточку, у них все вопросы снимаются. Все вопросы снимаются. Это идеальный вид на жительство для тех, кто хочет приезжать иногда, кто планирует, может быть, через год здесь жить, кто планирует сюда родственников отправить жить, сам не знает. Кому дают? Инвестору, членам семьи. Членам семьи родители подходят? Родители подходят, если они финансово зависят от инвестора. Ну, то есть, они пенсионеры, например. Если они пенсионеры, зависит от возраста, если у них уже нетрудоспособный возраст, согласно Испании, это 67 лет. То есть, если они старше 67 лет, можно сделать родители? Попроще, да. Детям? Детям дают на основании родства, несовершеннолетним без проблем, совершеннолетним, если они зависят еще от инвестора. Сами не создали свои семьи, у них нет детей, они не работают. А, ну, собственно, супруги супругу тоже, да? На основании родства, да, здесь вообще нет. На основании родства. Как потом трансформировать этот трехлетний вид на жительство на что-то более серьезное? Ну, на самом деле, это достаточно весомый вид на жительство. Он дает право на работу, он дает право на проживание здесь, нет никаких ограничений. Если хочешь, чтобы потом это перешло в постоянный вид на жительство, да, то нужно начать здесь постоянно жить. Это как раз проблема у инвесторов. Потому что они не хотят быть налоговыми резидентами. Вот, да, то есть смотри, вот этот виза инвестора, она не делает тебе налоговым резидентом. Если ты не живешь в Испании больше полгода, то нет. Окей, с этим понятно. Какие еще есть варианты? Второй способ переезда – студенческая виза. Студенчество удобно чем? Оно более экономно, да, то есть если нет возможности инвестировать, то можно приехать, получить язык, или высшее учебное заведение, или профессиональное образование. Сколько стоит? Языковые курсы, где-то от 3,5 до 5, в зависимости от города. В год или в месяц? В год. В год. Студенческая понятно. Какие еще варианты? Цифровой кочевник сейчас стал очень популярной опцией. Цифровой кочевник – это тот, кто работает на иностранного либо работодателя, либо заказчика. То есть как индивидуальный предприниматель, например. Цифровых кочевников мы уже сделали нескольких. Причем из России, с российскими работодателями. Нормально миграционные органы принимали, нет никаких ограничений. Самое главное – это определенный уровень дохода. Это какой должен быть уровень дохода? Цифровой кочевник должен получать в год, брутто имеется в виду, не менее 30 тысяч евро. То есть это 2,5-2,5 тысячи евро в месяц. То есть трудовой контракт должен. Либо трудовой контракт, либо договор на оказание услуг, когда это внештатный сотрудник. Цифровой кочевник – хорошо, можно приехать сюда по шенгену, можно подать документы здесь, они рассматриваются за месяц. Сколько? А за месяц? Да, и дают на 3 года. Ага, но цифровому кочевнику здесь нужно жить будет. Как минимум полгода в году. Да, то есть ты станешь налогом резидента. А сколько здесь налоги? На самом деле у цифрового кочевника есть две опции. Либо подавать подоходные декларации и платить налоги как резидент, тогда это будет прогрессивная шкала, там будет считаться именно уровень дохода. Либо использовать нерезидентскую ставку. Это вот система Бэкхэма, которая здесь называется. 24% налог. Самое простое – купить квартиру, если у тебя есть полмиллиона евро. Это идеальный вариант. Пойдём зарабатывать на полмиллиона евро. Нельзя сказать, что мои следующие героини стремились в Испанию. Они скорее сбежали из Москвы. Татьяна и Екатерина – однополая пара. Из России они уехали 5 лет назад из-за бесконечных нападок соседей, угроз и преследований. Я узнал, как изменилась их жизнь после переезда и почему они выбрали именно Испанию. Я просто учила испанский язык, мне очень нравилось. И до этого много раз сюда приезжала, конкретно в Валенсию. Мне очень вот как-то здесь было по душе. И подумали, на самом деле это было первое, что пришло в голову. Думали ещё про Португалию, но я, например, до этого там не была. А всё-таки решили, что лучше ехать туда, где мы хотя бы были и знаем плюс-минус, как там всё устроено. Как переехать в Испанию, чтобы было просто и хорошо? Надо денег много с собой брать и готовиться немножко к этому более содержательно. И тогда произошёл бы хорошо. А у вас нехорошо? Нет. Очень спешно, поэтому денег было совсем к притык. Поэтому мы провалились в такую яму, как положено. Или не как положено, не знаю. Да, у нас был тот самый дауншифтинг. Как вы здесь легализовались? Мы через подачу на беженство. Мы беженство. У нас такой очень сложный процесс. Как тебе сказать, он не сложный в плане процедуры, но он осложняется испанскими особенностями, скажем так… Введение дел. Введение дел, да. Потому что это всё сильно дольше, чем, по идее, положено. Да. То есть вот наш весь процесс ливилизации растянулся с… На два с половиной года. Два с половиной года, да. То есть мы получили ВНЖ через два с половиной года после того, как приехали. Вы приехали. Вы на беженство в аэропорту подали? В полицию сразу. Мы приехали, поставили чемодан и поехали в полицию. А вы как-то это доказывали у вас? Да, мы собирали документы разные, которые… Ну, вот у нас были оттазы от того, что… От рассмотрения дел в полиции. Да, от рассмотрения дел в полиции. Вот эти все бумажки, которые нам подсовывали под дверь. Да. Какие-то… Ну, опять же, то, что мы семья и не можем ли рисовать свою семью в России, тоже является фактом преследования. Да. Здесь общество насколько толерантное? Очень толерантно. Очень толерантно. Это было первое, что нас очень сильно поддержало, независимо от того, что мы жили в ужасных бытовых условиях в первое время. Ну, просто потому что… Что значит ужасные бытовые условия? Хостел. Мы жили в беженском хостеле. Я так понимаю, что пока ты ждешь рассмотрения своего дела, ты не можешь легально работать, снять там жилье, отключать банки. Там зависит от процесса прохождения как раз этапов легализации. Мы когда рассказывали нашим там социальным работникам или знакомым друзьям испанским, все говорили, да ладно, да ну не может быть. Я говорю, ну не может быть, а что бы мы тогда тут сидели? Не может быть. Ну, то есть поверить в это очень сложно. Поэтому это все проверяется, законодательная база, все эти подтверждения того, что была действительно агрессия какая-то. У вас есть ребенок? Да. А если сравнивать, я не знаю, систему образования здесь и в России, насколько они разные? Они разные в первую очередь по отношению, скажем так, к психическому, ментальному здоровью ребенка. То есть это идет все-таки на первом месте, опережая там оценки, ну и даже можно сказать немножко опережая, ну как бы фактические знания. Ну то есть soft skills тут все равно важнее, тут важна коммуникабельность. В школе знают, что у него две мамы? Конечно. Конечно. Да, это был прям культурный шок, когда мы пришли устраивать его в школу. Ну и немножко еще так, ну неловко себя чувствовали. И пришли, вот, вот наши документы, вот значит я там, ну биологическая мама, скажем так, вот Таня, это моя жена. Вот мы сижу вместе. И директор школы просто взяла, ой, здорово, клево, да, вот. Никто и глазом не моргнул. И жильество о браке, да, так все, ну все, приходите завтра. И мы такие, как бы, все. Ну то есть абсолютно нормальная, спокойная реакция. У ребенка никогда не было никаких вопросов там ни от одноклассников, ни от кого. То есть одноклассники знают и вообще никакой там ни травли, ни там шуточить, ничего он не приходил, говорил, нету. Был период, когда мы жили в привалентийском городке Куьера тоже, там была маленькая школа. И там был инцидент, когда один из одноклассников что-то там сказал про две мамы. И учительница после этого остановила вести свой предмет и до конца урока объясняла, почему, как устроены семьи, что бывают разные, что надо, что как к этому относиться и так далее. Раньше Татьяна и Екатерина делали сайты на фрилансе. А сейчас у них полноценная компания по созданию продающих сайтов. Официально мы работаем. Это официальный сказки бизнес, да. Называется Autonomo Collaborador. Ну такой аналог семейного бизнеса, когда два человека официально работают. Платим конские налоги. Конские налоги это стоит. Слушай, ну совокупно... Около 40%. Да, если там есть налог на доход 23% совокупно, он тоже разделяется в зависимости от видов деятельности, но наш подороже. И 21% НДС, конечно, можно сказать, что это платит конечный покупатель, но не всегда так. Только нужно денег, чтобы в Валенсии хорошо себя чувствовать. Слушай... Ну если взять семью вот... С трех человек. С трех человек с какими-то средними по больнице запросами, да, там не берем. Если не хождение в очень дорогие рестораны каждый день, а как обычно, там раз в неделю в ресторан сходи, там поехать куда-нибудь, туда экскурсию. Да, но при этом какой-то хороший такой уровень жизни. Ну я думаю, что 4-5 тысяч. На семью. Да. Даже и в треху можно влезть не особо при этом и скрутившись. Ну а чтобы было комфортно, да, 4-5 тысяч. Расскажи про особенности ведения бизнеса. У вас в России был бизнес? Если сравнивать, насколько проще открыть, вести, сдавать эти отчеты? Ну, разница, конечно, разительная, потому что здесь в отчетности черт ногу сломит. То есть здесь сложнее? Очень сложно. Ну, конечно, можно самому открыть и вникнуть, и совсем разбираться, и подавать отчетности, но мы пользуемся услугой так называемых историй. Это такой бухгалтер, который ведет все наши дела. Сколько он стоит? Ну, мы платим 70 евро в месяц. 70 евро? Да, это недорого. Это недорого, да. У вас сейчас что по документам? ПМЖ. ПМЖ. Когда ПМЖ конвертируется в гражданство? Ну, вот можно начинать конвертировать этим летом, да. А, то есть вы уже можете конвертировать в гражданство, и вы станете... Можем начинать уже этот процесс, да. Да. А сейчас у вас как бы с российским паспортом? Нет, никаких паспортов нет, нас все забрали. Забрали, потому что... В обмен на выдачу ПМЖ у тебя забирают загранпаспорт, то есть интернет, откуда ты приехал. Наши паспорта забрали, соответственно. А если ты захочешь когда-то поехать, то как ты это сделаешь? Да. А мы на основании ПМЖ нам выдали тревел бьяхе. Ну, то есть нам выдали, а мы его запросили и получили. Это, ну, такой... Особый паспорт. Особый путешественнический паспорт. Для беженцев. Ну хорошо, вы можете в эту паспорт американскую визу? Может, да. А в Россию можете поехать? Нет. То есть даже заходить в Россию поехать не можете? Нет. В середине прошлого века власти Испании привлекли иностранные инвестиции, что, в свою очередь, усилило торговлю. Одним из ключевых элементов экономического чуда было увеличение производительности труда за счет инвестиций в образование и технологии. Испания начала развивать инфраструктуру, строить дороги, порты, аэропорты и другие объекты. Однако экономическое чудо не было безупречным. В конце 70-х годов прошлого века экономика Испании столкнулась с инфляцией и требованиями рабочих о повышении зарплат. Это привело к замедлению экономического роста. В 1986 году Испания вступила в Евросоюз и получила дополнительные экономические привилегии для торговли на территории Европы. Если к моменту вступления ВВП на душу населения составлял половину от среднеевропейского, то к началу нулевых годов уже более 80%. В Испании начинает формироваться средний класс и оживает семейный бизнес. Сантьяго Сан-Мигель управляет семейным бизнесом. Его ресторан уже более 100 лет. Я спросил его об истории этого места, а также узнал, насколько сложно управлять рестораном в Испании. Расскажите мне историю этого места. Кто его основал, когда? Если говорить коротко, то я представитель уже пятого поколения, которое управляет этим рестораном. Пятое? Да. Основан он был в 1909 году. Довольно старый ресторан. То есть ему больше 100 лет. Да-да-да, это один из старейших ресторанов в городе. Есть еще два или три ресторана, которые были открыты так же давно. Но изначально это место было задумано не как ресторан. Моя семья вообще родом из сельской местности. Там они занимались фермерством, что-то выращивали. И они привозили в город свой урожай. В общем, все то, что производили на своей ферме. То есть сначала они стали продавать здесь свою продукцию, а потом и еду, приготовленную из нее. То есть это превратилось во что-то вроде, на испанском мы называем это Casa de Comidas. Что-то вроде ресторана. Затем во время войны ресторан перестал работать. Он был закрыт с 36 по 40. А потом они поняли, что в Валенсии не так много ресторанов. А это место стало достаточно знаменитым. Потому что всякие актеры, известные матадоры, певцы. Все эти селебрити им нужно было где-то есть. В каких-то ресторанах. Вот так это место прославилось, насколько я знаю. После 60-х ресторан остался на этом же месте. И стал таким, каким мы его знаем сейчас. Да. Вот такая история у этого заведения. А какая у вас история? У меня, можно сказать, что я прямо здесь родился. Я здесь с самого детства. Вы родились и всю жизнь провели в Валенсии. Да, почти всю жизнь. Потом мой отец стал постепенно отходить от дел. И примерно последние лет пять я начал заниматься рестораном серьезно. До этого у моей семьи здесь всегда была какая-то работа для меня. И когда мне нужны были деньги, мои родители никогда не давали их мне просто так. Они говорили, окей, здесь у нас много работы. Поможешь семейному бизнесу? Я стараюсь подходить к своей работе все более профессионально. Если верить гугл-картам, сейчас вы открываетесь только на обед. На завтрак и на ужин нет. Для российских ресторанов это было бы странно. У нас некоторые рестораны открыты 24 часа в сутки, потому что открываясь только на обед, денег не заработаешь. Поэтому мне интересно понять, у вас такой большой ресторан, сколько тут посадочных мест? В этом зале где-то 70. Плюс еще у входа где-то 20 и наверху еще, наверное, 40. То есть это очень большой ресторан, но открыт его только на обед. Только на обед, да. Потому что... А так всегда было или... Нет, не всегда. Сейчас мы специализируемся на рисе, на паэлье. И здесь, в Валенсии, мы обычно не едим паэлью на ужин. Говоря об истории паэльи, она всегда была таким блюдом, на которое собираются по воскресеньям в кругу семьи и друзей. Обычно бабушка или отец семейства готовит паэлью. Если испанских посетителей у нас немного и приходят только туристы, то по вечерам народу очень мало. Открываться нет смысла. А вы родились здесь и провели здесь большую часть жизни. Вы довольны качеством жизни здесь, в Валенсии? Или вам здесь хотелось бы что-то поменять? Я вполне доволен жизнью здесь. Потому что Валенсия – это город, который я очень люблю. Когда гуляешь по Валенсии, видишь много пожилых людей, которым здесь очень нравится. И молодых тоже много. Я бы сказал, что Валенсия – это большой город, но не такой шумный, как Барселона или Мадрид. Сантьяго провел для меня небольшую экскурсию по заведению, которому больше ста лет. Вот это главный зал, то место, где мы сейчас были. У нас открыта кухня. Гости могут посмотреть, что мы делаем на кухне, как мы готовим еду. Здесь стойка, где мы встречаем гостей. И, как я вам уже говорил, сердце вашего ресторана – это холодильник с вином. Вино – это всегда хорошо. А здесь фотографии с автографами знаменитостей, которые приходили сюда на обед или на ужин. Здесь фото Матадоров. Кто здесь самая большая знаменитость? Мне лично очень нравится Антонио Мартин. Его многие знают и за пределами Испании. А этот парень похож на Си Цзиньпиня, китайского лидера. Ну, в молодости. Молина? Да, да, точно. Такой молодой Си Цзиньпинь. Вроде того. А вот это мне особенно нравится. Это такой холодильник. О, правда же? А сейчас у нас есть… Посмотрите вот сюда. На нижнем уровне раньше клали куски льда. Ага. Этот холодильник стоит здесь в момент открытия? Да, вроде того. То есть, получается, сколько ему лет? Не могу сказать. Где-то… Лет сто? Может быть. Наверное, почти сто лет. Как вообще сейчас идут дела у ресторанного бизнеса в Испании? Со всеми этими налогами? Это всегда сложно. Удается ли вам что-то здесь зарабатывать, работая в ресторане? У нас говорят так, когда занимаешься рестораном, ресторанным бизнесом, ты должен очень любить свое дело, потому что бывает очень тяжело. Если бы я попросил у вас дружеский совет, если бы я захотел, например, перебраться в Валенсию, открыть тут небольшой ресторанчик, было бы это хорошей идеей, если я хочу заработать много денег? Я бы сказал, нет. Просто потому что у нас в Испании, когда люди не знают, чем им заниматься по жизни, они открывают ресторан. Просто со стороны это кажется легко. Ведь когда вы приходите в ресторан, вы просто садитесь за столик, вам приносят вашу еду. Когда вы сидите за столом, вам кажется, я смог бы так же. На самом деле все не так. Вы же спросили меня, выгодно ли иметь ресторан, принесет ли он прибыль? Для этого нужно уметь им управлять. Вы должны делать это со страстью. Но дело здесь даже не только в ней. Здесь главное быть очень организованным. Нужно все очень хорошо просчитывать. Я не говорю, что сложно выполнить сами расчеты, но вы же сами понимаете. Я не могу точно знать, сколько у нас будет клиентов в следующем месяце. И как я в таком случае могу подготовить свою команду? Это непросто. Вы проявляетесь во всем в ресторане. Вы — это блюдо, которое здесь подают. Вы — это меню. Вы — это выбор вина. Вы, по сути, делитесь частью себя. А люди за это платят. Это неплохое чувство, мне это очень нравится. Поэтому я бы сказал, что если вы правда этим горите, открывайте. Как и со всем остальным в жизни. Хорошо, спасибо. Меркада де колон — роскошнейший старый рынок в Валенсии. Построен был в 1916 году образец местного валенсийского модерна. Рынок просторный, крыша и своды. В отличие от других похожих рынков, здесь повсюду то, что свойственно модерну — растительные орнаменты. Все такое прямо очень легкое, воздушное. Сейчас это уже не рынок в таком классическом виде. Сейчас это такой фудпорт с кучей каких-то лавочек. Но даже эти лавочки довольно так свободно расставлены. Здесь нет какого-то столпотворения людей, очередей. Ты не хочешь в какой-то тесноте, пытаясь найти свой столик. Такое очень воздушное и приятное место. Я, кстати, в Валенсию прилетел из Парижа. Так вот, мне жаловалась одна парижанка. Она говорила, что у нас в Париже каких-то таких вот рынков, как в Испании, практически нет. И когда что-то подобное появляется, туда стоят очереди, это пользоваться каким-то невероятным ажиотажем. Потому что в Париже люди где? Люди едят в вот этих вот бестро. А в Испании люди едят на таких вот потрясающих рынках. И не просто вкусно едят, а еще едят в роскошных просто интерьерах. Мы отправляемся в другие города провинции Валенсия. Она находится на берегу Средиземного моря. Здесь проживает почти 5 миллионов человек. Эту провинцию нельзя назвать финансовым или образовательным центром. Но здесь довольно стабильный средний класс. Несмотря на то, что минимальная зарплата составляет 1080 евро после вычета налогов. Многие жители провинции работают в сфере услуг и туризма. Но кроме этого в регионе хорошо развита промышленность и сельское хозяйство. Когда-то город Аликанто был обычной рыбацкой деревней, в которой периодически останавливались корабли древних греков. Крупным населенным пунктом он стал в 230 году до нашей эры при содействии карфагенского полководства Гамилькара Барки. От римлян город получил название Луцентум, а от арабов Аль-Лакант. Когда в Испании 19 века началось развитие железных дорог, Аликанто получил связь с центральной частью Испании, и началось развитие промышленности. Во время гражданской войны 1936-1939 годов Аликанто подвергся бомбардировкам. В 1960-х Аликанто стал центром туризма. А сейчас это второй по численности город в Валенсийском сообществе и крупный административный центр на побережье Коста-Бланка. А здесь в центр Аликанто внезапно пришла урбанистика, и они переделывают улицы. Давайте посмотрим, что у них получается. Тут должен возникнуть какой-то зеленый холмик, который пока еще не готов. Все за забором. Что еще интересного, здесь они сделали велодорожку и отделили от проезжей части парковкой для мотоциклов, что довольно грамотно. Вообще в Аликанто появилось много улиц пешеходных, они постоянно все это дело закрывают. И в целом город следует общей тенденции на закрытие центра для автомобилей и создание новых хороших пешеходных пространств. Здесь даже они потихоньку начинают бороться с фирменными испанскими баками. Как вы знаете, в Испании очень любят ставить такие гигантские мусорные баки прямо на улицы. И редко делают подземные. Но вот здесь в Аликанто уже появились подземные мусорные хранилища. Много горшков с цветами и какими-то растениями они поставили. Там, где не получается высадить деревья, они ставят горшки. Да, ну, учитывая то, что это не самый крупный город, население чуть больше 300 тысяч человек, вся эта урбанистика смотрится относительно неплохо. Да, ничего прямо такого вау здесь нет, но масштаб неплохой. Они прямо переделывают многие улицы и видно, что город развивается. Возможно, лет через пять мы не узнаем Аликанто. Может быть, они даже ведут дизайн-код и мы увидим порядок с фасадами. Но вот здесь я сомневаюсь, потому что испанцы порядок с фасадами это что-то фантастическое. А вот улица старая, с парковкой и с узкими тротуарами. Еще у ребят, конечно, есть проблема с качеством и с эксплуатацией. Потому что, например, здесь сделали какие-то световые вот эти панели, которые все разбиты. Уже плитка какая-то выпала, они просто взяли и залили бетоном. То есть мало построить какой-то интересный объект, его нужно еще грамотно эксплуатировать. Обратите внимание, как они сделали велодорожку на узкой улочке. Здесь с двух сторон парковки. Ну, во-первых, сами парковки неплохо оформлены. Видите, они сделали между припаркованными машинами, высадили деревья. А велодорожка проходит по центру. При этом она не просто проходит по центру. Они даже обозначили красной такой вот разметкой, обозначили габариты. Для чего это сделано? Потому что когда узкая улица и между велосипедистом и машиной, которая здесь едет, возникает конфликт. То непонятно, как конфликт разрешить. То есть интуитивно велосипедист захочет подвинуться к обочине. Это небезопасно, потому что припаркованная машина может начать выезжать. Или кто-то откроет дверь, и чтобы этих конфликтов не было, разметкой сразу показано, что велосипедист едет по центру дороги, и его никто не должен обгонять. Соответственно, если кто-то здесь едет на велосипеде, все машины, которые едут тоже по этой дороге, они не должны обгонять велосипедиста, подгонять его, ему сигналить, а должны просто тихо ехать за ним. Здесь вот такая вот пешеходная улица, довольно милая. Посмотрите, много зелени, деревья. И на пешеходной улице они оставили следы старой трамвайной системы, которую уничтожили в 1969 году. И вот от нее остался такой клочок, как напоминание, что когда-то по этой улице ходил трамвай. Это примерно мое лицо, когда я вижу то, что здесь происходит. Когда испанцам показалось, что они недостаточно изгадили исторический центр города, они решили добавить сюда какие-то нелепые мухоморы с насекомыми. Получилась какая-то цветастенькая улица с мухоморами, какое-то безудержное веселье. Все это прямо на неплохой улице. Но теперь оценить архитектуру этой улицы абсолютно невозможно, потому что здесь бесконечный праздник и действительно. Вообще испанцы как-то очень безалаберно относятся к исторической среде. У них, я уже неоднократно говорил, нет никакого жесткого дизайн-кода. Они уродуют витрины, фасады первых этажей. Любой арендатор творит просто все, что считает нужным, никак это не согласовывая, видимо, ни с кем. Любые вывески, любые безумства, в общем, каждый делает, что хочет. Ну и мэрия, как видно, не отстает. То есть им показалось недостаточно весело, они решили добавить сюда грибочки. Очень грустно. Это происходит не только здесь. Вообще во многих местных городах творится какой-то форменный бардак. Может быть, им действительно показалось, что вот эти однообразные прибрежные городки, это как-то скучно, и они решили просто отпустить. И пусть они развиваются в какой-то такой анархии. И вдруг что-нибудь интересное получится. Ну вот, в Аликанто появились мухоморы на улице. Как-то в мэрию Аликанто пришел специалист по QR-кодам. И сказал, ребята, у нас сейчас все будет модно, инновационно и современно. В итоге появилась какая-то схема автобусного движения, которой реально разобрать ничего невозможно. Потому что здесь какие-то десятки линий, то есть это больше похоже на какой-то арт-объект. Но что самое интересное, у каждой остановки есть свой QR-код. Вот мне интересно, есть два QR-кода у схемы, еще какой-то QR-код просто есть у остановки. Тут повсюду QR-коды. Сейчас попробую куда-нибудь его навести и проверить, что происходит. Их такое большое количество, у меня даже телефон их не воспринимает. Так, посмотрим. Куда ведет нас этот QR-код? Наверное, будет какая-то информация про остановку. Потрясающе! Написано NO HIST... Что написано? Ну что, есть такая остановка, но нет никаких данных по расписанию автобуса. Ни хи не работает! То есть вместо того, чтобы просто пригласить нормального дизайнера, который бы сделал удобную схему, чтобы людям было как-то понятно, как этим пользоваться, они пригласили специалиста по QR-кодам, который нагенерировал бесконечное количество QR-кодов и повесил такую красоту. Самая безумная схема, которую я только видел. Ну а мы в очередной раз в поисках трамвая. Так же, как в Валенсии, здесь какая-то объединенная система легкого метро и трамвая. В центре линии под землей, но где-то они выходят на землю. Сейчас посмотрим. Надеюсь, трамвай нам удастся найти, потому что в Валенсии поиски не увенчались успехом. Ла Марина. Это настолько древний автомат сингл. Что нажать? Ну допустим, сюда. Что здесь? В зоне пресс-сингл там. Ну и куда нажать-то надо? Такой гроб, такое впечатление, что здесь, я не знаю, автомат с газировкой. Дай билет. Все, есть заветные билетики. Можно теперь ехать, наконец-таки тестировать общественный транспорт в Аликанте. Кстати, станция достаточно глубокая. Спускаемся глубоко и явно ее строили не открытым методом. Видимо, они даже откуда-то притащили сюда проходческий щит. Но здесь сразу видно, что это трамвай. То есть это прямо как в Волгограде. Просто они трамвай увели под землю. То есть нет контактного рельса, платформы совсем не глубокие. Реально просто трамвай под землей. Сейчас посмотрим, что сюда придет. Какие вагоны. Относительно небольшой трамвай подошел. Трехсекционный. Да. Я смотрю иногда, может быть. Иногда? Почему иногда? Как получается? Так, давайте договоримся, что теперь будете смотреть постоянно. Вот теперь так, пожалуйста. Все. Ты живешь здесь? Да, в Аликанте. Давно? Ну так, полтора года. Полтора года и как? Супер отлично. Да? Откуда приехал? С Ростова на дом. По сравнению с Ростовом, как Аликанто? Скучаю по Ростову, но все равно Аликанто нравится. Больше, чем Ростов? Ну так, туда-сюда. Чего не хватает? Не хватает, наверное, большого города. Не хватает русских домов, не хватает вот этой атмосферки русской. Но друзья все заменяют. Что за русская атмосферка? Ну, это когда ты идешь по улице с друзьями. Так. Перед тобой какие-то панели находятся. Вот такая тема. Панели, в смысле панельные дома? Да. Ты скучаешь по панельным домам? Более-менее, да. Офигеть. Хорошо, а что лучше, чем в Ростове? Макдональдс тут есть. Ты учишься? Да. Где? Тут в школе, недалеко. А по сравнению с русскими школами, как тебе испанский? Тут даже все полегче, наверное. Тут все полегче, но в русской школе больше мучат. Вот так. Больше что? Больше мучат. Но тут полегче учиться. Понятно. И какие планы дальше? Планы? Чтоб сказать, чтоб не опозориться. Наверное, учиться дальше. А там как жизнь поведет, как понравится делает. Так. Ну что? Ну вот так вот выглядит местный метро-трамвай. В центре города он идет под землей, потом выходит на поверхность. Да, по сути, что-то среднее между метро-трамваем, легкое метро. Много названий у всей этой истории. С точки зрения дизайна нет ничего особенного. Станции довольно утилитарные. Чистенько, современно. Но никаких особых шедевров они не построили. Надо теперь разобраться, как тут сделать пересадку. Я вот вижу L5. Линия сюда. Возможно, он отсюда придет? С какой платформы? Кстати, что интересно, здесь нет турникетов никаких. Вообще, история трамвая Валиканто похожа на историю других трамваев в европейских городах. Он появился здесь в конце 19 века. Вначале это была конка, потом появились уже электрические трамваи. И все это хорошо функционировало до Второй мировой войны. После Второй мировой войны сеть начала загибаться. И конкретно Валиканто последний трамвай уничтожили, выпилили в 1969 году. И спустя 30 лет в 1999 трамвай восстановили. Так, пока мы записывали, пришел новый трамвай. Красота какая. Так, это не наш трамвай. Вообще, по сценарию должен был подойти наш трамвай. Но это почему-то не наш. А наш, по-моему, вон там идет. Как они делают навигацию, ничего не понятно. В 1999 году они восстановили трамвай 4. Что такое 4? А, это L4, наверное. А L5 где? В общем, в Валикантое какая-то огромная проблема с навигацией. Я не могу понять, где 4-й трамвай, который должен, по идее, поехать туда. Слушай, может внизу где-то? Может здесь одна линия туда идет? Такое может быть? Мы каким-то волшебным образом пропустили наш трамвай. Как эта система работает, для меня загадка. Потому что он должен был приехать, и мы должны были на нем уехать в порт по вот этой вот линии. Но трамвай не приехал, и мы не уехали. Крепость Санта-Барбара была построена в 9-11 веках маврами, племенами из северо-западной Африки. А затем она переходила из рук руки вместе с землями, побывав во владении римлян, иберийцев и мусульман. Последние как раз и придали ей вид крепости, более-менее приближенной к сегодняшнему. В средние века замок претерпел несколько серьезных перестроек. Во время гражданской войны в Испании в 1936-39 годах крепость использовалась в качестве тюрьмы, где держали пленных франкистов и социалистов. После Второй мировой войны крепость оставалась заброшенной на протяжении многих лет и вновь ее открыли для публики только в 1963 году. С конце 50-х годов прошлого века в Испании начинается период, который получил название «Испанское экономическое чудо». Правительство Испании провело ряд реформ, которые стимулировали торговлю и приток иностранных инвестиций. Одновременно с этим начался большой отток людей из деревень в большие города, где восстановилась работа фабрик и заводов. Я отправился на местную мебельную фабрику «Группа Моя», чтобы посмотреть, как устроено производство, а также пообщался с ее владельцами и сотрудниками. Они приехали в Испанию из России. Полтора года назад фабрика открылась, но полноценно начала работать с осени 22-го года. Кстати, до этого мебелью они никогда не занимались. Когда ты занимаешься производством, тебе без разницы, что производить. Потому что смысл везде один и тот же. Сколько стоит открыть такое мебельное производство в Испании? Это недорого на самом деле. Ну, с содержанием за полтора года. Порядка 700 тысяч. 700 тысяч. Это с покупкой станков? Да. А вы сами спроектировали это, сами заказали? То есть вы просто с нуля все это сделали? Да. Я учитель истории. А, замечательно. Я не инженер. Совершенно. Я просто представляю, как это делать. Каково это вести бизнес в Испании? Говорят, есть какие-то огромные налоги. Нет. Налоги на самом деле точно такие же, как и в России. Сколько получается, если... Ну, 25% налог на прибыль, 21 НДС. К зарплате 65% социальные налоги. Это больше, чем в России. Почему? Ну, потому что. Нет. Налог на прибыль получается почти... 25% в России. 25% В России так же. А на зарплату 65? Ну, в зарплате плюс 65. А работают кто у вас? Испанцы. Все испанцы? Все испанцы, да. Иностранцев можно нанимать? Ну, конечно. Нет, ну просто... Нет, ну просто... Нет, ну вы говорите, конечно, в разных странах есть, ну, ограничения. Нет, нет. У нас работают испанцы, и девочка с Украины у нас работает, украинка. То есть вы нанимать можете кого угодно? Конечно. Вам не обязательно место нанимать? Конечно, конечно. Бизнес везде можно вести легко, если ты умеешь это делать. Вопрос, что многие сюда приезжают наши соотечественники, и здесь, здесь тяжелее договориться. Здесь тяжелее кому-то что-то сунуть. Естественно, в плане коррупции здесь, ну, здесь ее меньше. Если сравнивать людей, кто работал у вас в России на производстве с испанцами, как отличаются? Те же самые люди. Раздолбаи есть, ответственные люди. Ну, везде, везде все одинаково. Хорошо. Пьяный может к вам прийти испанец на работу? Нет, пьяный нет. После начала войны, то, что ввели санкции и все остальное, то, что вы граждане России, учредители, это как-то отразилось? Ну, стало сложнее маленько. Это в чем выражается? Ну, сложнее в плане, что вот нам одобрили один кредит, но мы вам его не дадим. Почему? Потому что вы русские, мы говорим, вы дайте нам бумагу, официальный ответ. Они говорят, нет, кредит мы вам одобрили, но вы не получите, потому что... Печкин, вам письмо, но я вам его не отдам. Да, потому что вы не откроете счет. А счет мы вам не откроем, потому что вы русские. Это не влияет, это Испания или Германия, это конкретные люди, которые тебе не хотят открывать счет. Когда ты начинаешь там кричать, националисты, вы покажите списки, все нормально, когда доходит до управляющего, все тебе открывают и разблокируют. Ребята пришли, наладили производство, а ты за заказы отвечаешь? Ну да, сначала, естественно, я занималась тоже, мы сначала это все встроили, мы проводили электрику, мы заказывали, я делала заказы, так я разговариваю на разных языках, поэтому мы в Италии заказывали станки, мы с испанцами со всеми договаривались, как правильно сделать электрику, как наладить пневматику, как наладить станки. И, соответственно, естественно, решала вот эти все вопросы организационные. И какие успехи по заказам? Какие-то цифры есть? Это как в каждом бизнесе, у меня так, когда в России, и в начале 2000-х, то есть нужно какое-то время, ну минимум год, когда тебе тяжело, когда у тебя отчаяние, когда тебе кажется, что все, больше мы все умрем, а потом ты просыпаешься и понимаешь, что ты завален заказами, а у тебя не успевает, ты не успеваешь. И вот май месяц у нас, ну просто мы проснулись один раз, Юра звонит, у нас еще две кухни, у нас еще пять кухонь. Какие зарплаты у вас, у людей, кто здесь работает? Ну, от полутора и чуть-чуть повыше, это после налогов, то, что на руки они получат. То есть человек на руки получает полторы тысячи евро? Полутора до 1800. Минимальная зарплата какая? 1200, да, по-моему, 1200. 1200, он получает полторы тысячи. Чтобы он получил полторы тысячи, сколько вы платите, учитывая все налоги и все остальное? 2500. Нет, не 2500, меньше. Многие просто делают контракт на 4 часа и уже все остальное платят в конверте. Потому что если проверка придет, как бы у тебя есть человек, который работает, у него есть контракт, но 4 часа – это там половина зарплаты минимальная, это 500 евро, у нас сейчас 1100 – это минимальная зарплата. В Испании меньше нельзя платить. То есть это то, что ты должен получить как бы база. Знаешь, в чем разница твоего рассказа? То, что ты рассказываешь, это исключение. Но люди это воспримут как норма. Норма, когда люди платят полную зарплату. Естественно, я согласен. Это есть. Есть и где нелегалы люди работают. Очень много предприятий, где работают нелегалы. Но это исключение. И это до первой проверки. А почему вы Аликанто вообще выбрали? Я не знаю. Я просто слышал, что есть такой город. Красивое название. Да, мы вообще на Кипр хотели уехать, но в последний момент купили билеты, они были дешевые – 12 тысяч. Удобно. Почему вы начали бизнес в Аликанто? Билеты были дешевые просто. Вот Мадрид – это 20% ВВП Испании. Ну и Барселона тоже 20%. Аликанто – 5%. Вся экономика Аликанто – это туризм. И 5% только производство. И я подумал, что, возможно, два варианта. Ну, что здесь нет производства. И, может быть, я, когда его открою, и люди проникнутся, скажут – вот, молодец, открывают рабочие места производства и начнут помогать. В принципе, ваша история, она доказывает, что можно приехать в новую страну абсолютно с нуля, не имея никакого опыта, я имею в виду, в данном случае, в производстве мебели. Ну, понятно, что какой-то опыт есть, но именно в производстве мебели можно начать совершенно новый бизнес в новом месте и как-то работать. Для меня, для меня вот именно успешность в работе – это быть немножко дураком. Не дозадумываться, не думать о том, что просчитывать какие-то моменты, где-то пропаду, где-то там что-то случится, подушку безопасности. Если ты вложился все на 100%, закинул свои последние евро, все, 100% у тебя отработает. По-другому просто быть не может. Кальп – это небольшой городок в провинции Аликанто. Именно туда я и направляюсь. Здесь же недалеко находится несколько архитектурных достопримечательностей, это два здания, построенные по проекту Рикардо Бофилла, два жилых дома. При этом, что интересно, построены они были давно. Вот это здание, которое называется «Красная стена», его построили в 68-м году прошлого обега, то есть это сколько ему лет, уже больше 50 лет, стоит и очень круто выглядит. Здание невероятно инстаграмное. Если посмотреть на то, как внутри устроено пространство, то увидим там лестницы, стены, какие-то переходы. И это здание напоминает такую классическую крепость, которая стоит около моря на Средиземноморском побережье. Этими мотивами и Рикардо Бофилл вдохновлялся, когда проектировал этот дом. И вышло очень круто, то есть спустя столько лет это здание до сих пор привлекает сюда людей, люди сюда едут. А жильцы, которые там живут, они страдают, потому что, во-первых, им пришлось здание обнести забором, чтобы там никто не шастал, ни одно другое здание таким забором не обнесено. Во-вторых, здесь повсюду различные объявления, не ходить, частная собственность, камеры, не лезьте к нам, дайте нам спокойно пожить. Кстати, что интересно, одна из квартир, она сдается там через Airbnb или через Booking, поэтому если захотите вдруг пожить в архитектурном шедевре, то имейте в виду, можно снять квартиру и тогда совершенно легально сделать фотографии. Учитывая то, что этот дом был построен довольно давно, он зарос деревьями, теперь архитектура уже не читается так, как она читалась изначально, потому что когда только это здание построили, здесь вокруг ничего не было, и оно действительно стояло, как такая вот одинокая красная крепость, прямо на краю обрыва около Средиземного моря. Ну и через три года буквально на соседнем участке строят еще один жилой комплекс, тоже по проекту Рикардо Больфелла, и он уже напоминает замок, то есть появилась крепость, а рядом появился такой вот замок, зелененький, и опять же раньше, когда их только построили 50 лет назад, здесь не было всех этих деревьев, этой растительности, они очень круто смотрелись, как два таких интересных объекта. Ну вот, собственно, эти два здания стоят рядом, и если это действительно как крепостная стена с маленькими такими окошками-бойницами, то здесь мы видим блоки, напоминающие традиционные домики с черепичной крышей, поставлены друг на друга, и из них появляется какая-то такая вот очень необычная скульптура. Так же, как и в это здание, попасть туда нельзя. Друзья, мы в Теревьехе. В 19 веке этот город был лишь небольшой деревней с несколькими домами и старой сторожевой башней, которая дала ему название. Теревьеха в переводе с испанского означает «старая башня». Одним из его главных природных богатств была знаменитая розовая лагуна Солинес де Теревьеха, которая в середине 19 века и способствовала быстрому развитию города и превращению его в крупнейший в Европе центр солидобычи. Сюда в 1802 году переехал соляной офис компании «Ла Мата», что привело к росту экспорта соли и быстрому развитию деревни. В конце концов, в 1931 году Теревьеха была удостоена статуса города, который ей присвоил король Испании Альфонсо XIII. Порт в Теревьехе начал развиваться как место погрузки соли на экспорт. Сейчас это не только важная торговая инфраструктура, но и большой крытый порт с двумя маринами. У яхтенного клуба 570 понтонов и 724 причала. Теревьеху называют столицей русскоговорящих в Испании. Дело в том, что с начала нулевых годов множество туристов из России начали прибывать в Испанию. Многие из них решили инвестировать в местную недвижимость, получить ВНЖ и остаться жить на берегу Средиземного моря. Теревьеха стала местом обитания самой большой русскоязычной диаспоры в Испании. Русский язык слышен повсюду в городе, на улицах, в магазинах, в медицинских центрах, ресторанах, салонах красоты. Здесь также много русскоязычных школ, радиостанций и телевизионных каналов. Почему ты выбрал для жизни Теревьеху? Потому что это лучший город на земле. Я без шуток, 12 лет я здесь живу и не устою повторять, что это лучшее место и самое комфортное для жизни. Так, вот сейчас уже люди пишут комментарии, что ты вообще сказал, такое как, почему. Он действительно очень комфортный город. Здесь все есть. Здесь есть море, здесь есть соляные лагуны, озера. Благодаря этому очень мягкие, теплые. Зачем здесь соляные лагуны? Очень хороший климат благодаря соляным озерам. Здесь хорошо дышится. Здесь климат лучше, чем в соседних городах, в той же Мурсии, например, или Риуэлла, или даже Аликанто и Бенедорм. Климат более мягкий. Здесь очень развита инфраструктура. Все, можно сказать, практически в шаговой доступности. Это и школы, это и послешкольное образование, дошкольное образование, различные кружки, естественно, магазины, рестораны и все что угодно. И на любом языке, кстати, кому как удобно. Смотри, обычно так в мире сложилось, что если где-то появляется какое-то райское местечко, оно постепенно там разрастается. Туда приезжают там богатые люди, и оно все лучше, 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 процветает. И обычно эти места, они сейчас дорогие, всем известные. Там, не знаю, Каны, Монако, или что мы, Марбелли даже. Марбея, да. Они как-то заслуженно такие хорошие, про Теревьеху никто не знает особо. По крайней мере, я про него не слышал, и здесь так все, ну не сказать, чтобы... Лакшери. Ну, простенько. Это не лакшери место, это не Марбея, не Каны, не Ницца. Почему, если это лучшее место на земле, почему здесь до сих пор все так скромно? Слушай, не должно лучшее место быть супер дорогим, супер лакшери. Но здесь очень комфортно жить, и за 12 лет я вижу, насколько меняется город, как много людей сюда приезжает, и с каждым годом все больше и больше людей. Только благодаря нашей компании в этот город приехали тысячи людей, если не больше. Ты все 12 лет здесь живешь? Я все 12 лет здесь живу. Ты прямо выбрал Теревьеху и... Целенаправленно выбрал этот город. Когда мы путешествовали в Испании, нам здесь понравилось, мы прочувствовали, мы поняли, что мы здесь хотим жить, и, собственно, у нас получилось. Расскажи про свой образ жизни, чем здесь занимаются люди, где ты развлекаешься, как ты проводишь там свободное время? Да, ну если возьмем меня, у меня бизнес, соответственно, довольно плотный график, я очень много работаю. А где мы развлекаемся? Это друзья, это походы в какие-то рестораны, здесь есть клубы, здесь все есть, в принципе. Вылазки на природу. Хорошо. Хорошо, есть здесь театр? Здесь есть театр и не один. Здесь есть несколько театров и даже есть театр на русском языке, которым играют актеры из Беларуси, Украины и, по-моему, даже кто-то из России. Здесь есть природа, куда можно выехать совсем недалеко. Также мы ездим в ближайшие окрестности, например, город Мурсия, Аликанте, Валенсия, Картахена. Ну и плюс путешествуем, у нас прекрасный аэропорт, всего в 40 минутах езды, город Аликанте, аэропорт Аликанте, откуда есть полеты практически в любой уголок Европы. Ты говорил, что испанцы здесь не живут? Нет, здесь испанцы живут. Примерно 50% населения это испанцы, 50% иностранцы. Почему так мало испанцев? Ну, этот город также полюбили иностранцы, которые сюда приезжают. Здесь очень большая английская комьюнити, очень много людей из скандинавских стран, из Германии, Украина, Россия в том числе. Сегодня люди едут с разных уголков мира. У нас клиенты есть даже из Америки, Канады, Израиля, которые здесь покупают недвижимость и кто-то из них переезжает сюда жить. С притоком населения в большие города в середине прошлого века начался бум строительства, который не останавливается до сих пор. Но если раньше в крупные города приезжали люди из деревень, то сейчас недвижимость в Испании рассматривают как инвестицию или место для переезда. Это неудивительно, ведь жилье здесь стоит в два раз дешевле, чем, например, в Париже. Но пандемия скорректировала рост рынка недвижимости. Из-за мер безопасности в 2020-2022 годах снизились темпы строительства и увеличились затраты на новостройки. При этом возник серьезный спрос на виллы. Большой популярностью начали пользоваться просторные квартиры с мансардами, коридорами, террасами и комнатами под домашний офис. Кстати, в Терревьехе находится головной офис агентства недвижимости «Алегрия Рил Эстейт», которое работает с 2011 года. С его помощью вы можете купить, продать или арендовать недвижимость. Помимо этого, вы можете доверить свою квартиру или дом в управление. «Алегрия Рил Эстейт» помогает своим клиентам не только в вопросах недвижимости, но и при оформлении прописки и страховки. Агентство занимается решением всех вопросов, которые могут возникнуть у экспата на территории Испании. А по промокоду «Варламов» вы получите бесплатную консультацию по переезду в Испанию, а также гайд по релокации. Все подробности по ссылке в описании к этому ролику. Если я хочу переехать в Испанию легализоваться, если я хочу получить европейский вид на жительство и чувствовать себя белым человеком, если у меня российский паспорт и пока не получается, не очень белым. Если я хочу открыть счет в европейском банке, купить квартиру, снять, устроить детей в школу и найти самые вкусные помидоры и хамон, я иду к вам. Ты идешь к нам, да. Помимо того, что мы агентство недвижимости, у нас еще крупные сервисные центры, мы оказываем все услуги в Испании. На сегодняшний день у нас 10 офисов и мы находимся в центральном офисе в городе Торревьеха. Это самый большой офис и главный офис. Мы недавно подсчитывали, мы говорим в офисе примерно, по-моему, на 16 или на 17 языках и мы развиваемся очень сильно в плане маркетинга. У нас, например, 14 YouTube каналов на разных языках. У нас YouTube канал есть на русском языке, на украинском, на польском, на испанском, французском, немецком, на иврите даже есть, на литовском. И это нам помогает привлекать клиентов с разных стран мира. Сегодня к гражданину России имеет смысл к вам обращаться. Можно ли что-то придумать, чтобы купить недвижимость, чтобы, я не знаю, получить вид на жительство? Насколько изменилось после войны, учитывая все санкции и ограничения? Очень сильно изменилось. После начала войны, конечно, санкции делают свое дело и тяжело отправлять деньги из России, тяжело их зачислять. Но виды на жительство ничего в принципе не поменялось. Виды на жительство оформляются. Купить недвижимость стало, конечно, значительно сложнее. Открыть счет в Испании сегодня очень тяжело. Практически даже невозможно, потому что... — Для граждан России? — Для граждан России. Те граждане России, которые имеют вид на жительство в европейской стране, или в Испании, например, если гражданин России получает вид на жительство в Испании, счет открыть он уже может. Пока у него нет виды на жительство, только обычная туристическая виза — счет открыть невозможно. Как покупать тогда недвижимость? Покупать недвижимость с помощью юристов, например, отправлять на юристов. Либо, если это новостройка, отправлять деньги сразу на застройщика. Так что только так. То есть что-то придумать можно? Да. Ну, смотри, сказать честно, поток клиентов из России, он очень сильно уменьшился. Я думаю, что на 90% клиентов из России стало меньше. Сейчас мы посмотрим одно из наших строений. Это комплекс «Алегрия-15», который завершили строительство в 2021 году, два года назад. В 2021 году? В 2021 году. Здесь все квартиры проданы, просто одну квартиру взял у клиента в ключи, чтобы показать можно было. Во всех домах делаем такие небольшие зоны общего пользования. Здесь есть бассейн. Здесь есть бассейн. Да, и финская сауна. Класс. И финская сауна. Это квартира на последнем этаже. В Испании такие квартиры называют «Атика». Почему «Атика»? «Атика» переводится как «пентхаус». Квартира на верхнем этаже, у нее еще своя крыша, то есть квартира двухэтажная. Тут у нас салон, совмещенный с кухней, выход на террасу. Есть одна спальная комната, ванна. Это все терраса этой квартиры? Это все терраса этой квартиры. Сколько она стоила? Хорошо, если она не продается. Эта квартира стоит сегодня где-то порядка 350 тысяч. 350 тысяч? Сколько метров? Квартира, по-моему, около 90 метров, и здесь еще чуть больше 100 метров терраса. То есть вот эта терраса где-то 55-60, и наверху еще столько же. То есть эксплуатируемая кровля в Испании, она принадлежит жильцам последнего этажа? Обычно, да. Все новые проекты, которые мы строим, мы часть крыши отдаем верхним квартирам и делаем еще одну часть крыши для всего дома. Здесь всегда стандартно установлена печка-мангал, есть душ, освещение, можно делать какие-то беседочки потом. Ну, это вот типовая застройка в черте города. Мы находимся в 200 метрах от моря. Здесь у нас первая спальная комната, это спальня небольшая, вторая побольше. Да, здесь вторая спальня тоже с выходом на террасу и еще одна ванная комната. Она интересна тем, что тут у них еще собственная сауна. Помимо того, что в доме мы сделали сауну, они на этапе строительства заказали еще отдельную сауну. А сейчас я решил посмотреть типичную испанскую квартиру, в которой живут обычные испанцы. Мы привыкли, что экспаты, которые сюда приезжают с мешками денег, они приходят к Яну и покупают дорогие квартиры за сотни тысяч евро, а испанцы, они себе позволить такого не могут, они живут в квартирах попроще. Разные есть испанцы, есть испанцы, которые тоже покупают дорогие квартиры, но все равно, конечно, большая часть покупают недорогие. Кстати, экспаты в том числе. Большая часть экспатов, которые приезжают в наш город в Таревьеху, они покупают не самые дорогие квартиры. Посмотрим квартиру за сто тысяч евро. Даже дешевле. За восемьдесят девять тысяч девятьсот квартира. Илья, это типовая квартира, в нашем понимании трешка, по-испански, с двумя спальними комнатами. Раз, два, три. Давай, с двумя спаленками и гостиной. Гостиной и один санузел с ванной. Давай спальни сначала глянем. Давай. Это такой старый ремонт, ну то есть… Да, это такой старый типичный ремонт. В Испании раньше делали не гладкие стены, а такое готеле, по-испански это называется готеле, ну как шуба, наверное, да? Да. На стене. Такие вот встроенные шкафы, сосновые деревья. Вот таких квартир по всей Испании очень много. И ремонт соответствует конец девяностых, начало двухтысячных годов. Нет, ну ты купил за восемьдесят девять тысяч, дальше… В принципе, чего ты, да, хочешь ожидать. И тут еще в цене, кстати, гараж. А, еще и гараж. Еще и гараж, да. И в этом доме есть бассейн. Шестьдесят метров застроенной площади. И такие квартиры в основном используют для отдыха. И балкончик. Балкончик, да. И здесь есть еще парковочное место подземное, то есть весь гараж и там парковка. Окей. В Теребехе я поговорил с преподавательницей музыки Юлией. Она живет здесь уже восемнадцать лет. Юлия рассказала, как музыканты ищут работу в Испании. Когда я приехала, даже фейсбука же не было, у нас была здесь газета «Комсомольская правда», в которой мы искали работу. То есть она была на всей Испании, не то что Теребеха, там просто семья подавала объявление, флейтистка ищет работу по профессии. И мне там из Мадрида, допустим, звонят и говорят, здравствуйте, а вот у нас как раз умер флейтист. И меня взяли на работу с ними. И ты уехала в Мадрид? Да. И ты приезжаешь после Теребехи в Мадрид? Я на самом деле из Ижевска выехала первый раз в жизни, проехала по всей Европе на автобусе. И потом я приезжаю в Теребеху, естественно, какого-то вау после всех столиц европейских не было. Плюс, говорю, здесь какое-то было у меня тотальное одиночество, потому что не было знакомств таких. Вот сейчас там зашел в Фейсбук, ребята, давайте пробежки по утрам, а давайте йога, там каждый день в Теребехе какой-то движ. Я уезжаю в Мадрид. И работаешь на улице? На улице, потом на Канарских островах. Нормально можно было зарабатывать? Потому что там очень хорошо. Я на самом деле до сих пор столько не зарабатываю. Сколько ты зарабатывала на улице в Мадриде? Смотри, в метро на те времена, по тем ценовым, то есть тогда же цены были ниже, тысяча-полторы, работая 3-4 часа в день, это нормально. Когда мы работали в Сантьяго-де-Компостелло, это путь Святого Иакова, где заканчивается, то есть начинается от Франции, вот этот Пелегринский путь. И вот мощь Святого Иакова, это прямо Сантьяго-де-Компостелло. Вот там 4 тысячи, 3-4 чистыми. Это я не считаю, что мы на квартиру оплачивали, там еду, какие-то там расходы. Я помню, что увезла из Сантьяго чемодан шмота. Денег? Нет, я ну как бы что ребенок, вот девочка из Ижевска приехала, то есть одежда там, что-то. Вот целый чемодан шмота и три с лишним тысячи евро я привезла. И ты сюда приезжаешь и чем начинаешь дальше заниматься? Вот, тут как бы вопрос того, что мне надоело ездить. Я приехала в Турек, потому что здесь родители жили. Устроилась в оркестр играть бесплатно. Ну как, ну, знание языка. Через два дня меня устраивают на работу. Я по-испански вообще не поняла, что мне предложили работу. И я, значит, думаю, приду в четверг в 5 часов, разберусь по ходу там. Ну, главное же, да, сказать, что ты все понимаешь, что ты не дурачок. Ну, я, значит, прихожу, у меня шесть учеников, у меня паника. Я бегу к директору, говорю, я очень плохо говорю по-испански. Он говорит, ты вот так вот играешь, говорит. Учи давай, типа, иди работай, короче. А музыкальные школы традиционные, что в Испании, что в России, они немножко такие... В Испании более скучные, к сожалению. Почему? Потому что у них вообще отчетный концерт раз в год, а в течение года что хочешь, то и делай. Я психанула, короче, уволилась со всех школ. И открыла свою? Я пошла сначала в отдых, потом открыла рекламное агентство. Оно не пошло, потому что я не бизнесмен, а музыкант. И потом как-то частными уроками потихоньку ко мне один ученик, второй, третий. Ну, пожалуйста, давайте вот позанимаемся сначала дома. Потом кабинет сняла, потом их стало много. У меня там дошли часы, 13 часов в субботу я раньше работала, 13 уроков. То есть я уже поняла, что все, я одна не вывожу. Со мной знакомится один педагог, второй, третий. Сейчас нас 9 человек. Причем я никого ни разу не искала. Они сами, Юля, привет, давай познакомимся. Почему ты отсюда не уехала из Таревьехи куда-то, ну, я не знаю, в город побольше? Не то, что это прям город моей мечты, да, но вот он как-то держит настолько, что вот у меня очень много друзей пытались отсюда уехать, и в итоге все равно возвращаются. И я такая, нет, это не про меня, я поеду в Аликанты оттуда, может там, в Валенсию. Я пожила в Аликанты, вот какого-то такого уюта, который я получаю здесь, мне в Аликанте не хватало. Она и подруга сейчас эта Таревьеха, она за 18 лет все-таки изменилась в лучшую сторону. Плюс уже ты оброс здесь какими-то и связями, и сейчас очень много русскоязычных, очень много чего-то интересного, что в больших городах оно, конечно, не так развито в плане нашей, руссо-парланты, если это называется, нашей русскоязычной вот этой диаспоры, там и украинцы, и русские, и белорусы, вот сколько нас тут уже собралось. И, ну не знаю, и плюс меня школа тянула. И уже все, думаю, надо что-то взять, купить какую-то квартиру, бегать, уже бесполезно от Таревьехи. Можно ли сейчас здесь заработать на музыке? Сложно. Просто вот меня когда спрашивают по поводу, типа, сколько я зарабатываю, пока наша школа пришла к тому, что это большое достижение, что мы окупаем сами себя. Ну, опять же, если браться там в налогообложение Испании, конечно, это просто невероятные какие-то вещи можно рассказывать. Допустим, у нас алькелер, аренда, и мы там хозяину платим каждый месяц, и он каждые три месяца платит налог за то, что получает от нас деньги. Это же логично? Да. А я еще каждые три месяца еще плачу налог за то, что плачу ему деньги. Понимаешь, педагоги зарабатывают тысячу, тысячу, двести, если там полный рабочий день, допустим, с понедельника по пятницу, они зарабатывают больше, чем я. Потому что я здесь работаю всего два-три дня. Утро пятницы, и мы, как любые нормальные люди, идем на рынок. Да, любимое место горожан и туристов, которые приезжают в город. Так, ну это просто какая-то барахолка. Это какая-то барахолка. Как раньше делали, там, на стадионах в 90-е. Можно купить 5 евро в любую одежду. Да, мода 2023. Так, 6 евро штаны. Так, тут официально ловим бетон. Я смотрю, бутик, они открыли на этом рынке. Тут аутлет ловим бетон. Все по 10 евро. Это специально для рынка территория или это какой-то стадион? Это специально для рынка территория. Единственное, он проходит раз в неделю, каждую пятницу. А, рынок пятничный? Пятничный рынок, да. А люди по пятницам не работают? Работают. А как они на рынок попадают? У кого получается, не у всех, наверное. Рынок причем с 8 утра проходит до 2 часов дня. Тут уже вкусные запахи пошли. Картошка, 99 центов, помидоры. Это какой сорт, раф? Да, раф. Вкуснейшие томаты. Сорт майера тоже очень вкусный. По 1,5 евро. 1,5 евро килограмм за очень вкусные помидоры у нас, да. Так, апельсины, евро 25. Это, кстати, очень дорого. Да? Да. А сколько должны апельсины стоить? 5 килограмм можно купить за 2, от 2 до 3 евро. Так, огурцы 99 центов, 90 центов арбуз. Арбузы это местные? Это местные. Да, да. То есть здесь уже арбуз. Здесь вообще все местное. Здесь все местное. Это местные фермеры. 3,50 авокадо, спаржа за упаковку евро 25. Мне нравятся абрикосы. Абрикосы по евро килограмм. Нет, а вот получше. Да, это явно получше. Так, апельсин у нас евро 20. Видишь, тут народ просто приходит и просто ест арбуз. Да, они все распродают за вот этот пятничный день. Полностью все распродадут. 15 евро килограмм. Мне кажется, это самые дорогие помидоры на этом рынке мы нашли. Да. Но они действительно вкусные. Это вообще дороже мяса на самом деле. Дороже мяса по евро килограмм. Вот, а вот черный 9,50. А мы сейчас купили по 5 евро. Ну, может, ты не такие вкусные купил. Может быть. Может быть. Нет, вот здесь прямо топчик. А вот помидоры по 80 центов. Нет, это грустные помидоры. Грустные? Хотя почему? Слушай, а нормальные? По 80 центов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот нормальные. Это помидорки РАФ. Да? Это РАФ, по-моему, по евро. Да. Это хорошие помидоры. Это не знаю, а вот это вкусные помидоры. То есть можно и за евро купить. Они будут видеть... А мы сейчас лучи купили на пробу. Вообще, один из главных плюсов этого рынка, то что ты можешь прийти сюда голодным, походить по этим бесконечным рядам и наесться. Мы так и делаем. Мы не позавтракали. И сейчас кушаем здесь, получается. Копчененький хамон. Ой-ой-ой. Вообще, я хотел это сравнивать с тем, какие цены, например, в России, но бесполезно сравнивать, потому что такого качества ты не найдешь. То есть здесь настолько вкусные помидоры, их можно сравнить. Какие-нибудь узбекские помидоры, которые завозят в самый сезон. Кстати, тоже посмотри цены на различные колбасы. Евро 20, евро 20. Сыры 2 евро за 9. Нужно вас сфоткать. Мы вас смотрим. Ничего себе, вы откуда? Из Донецка. Живете здесь? Нет, приехала в гости. Живем там, к сожалению. Там? А как вы туда ездите? Ну, вот так. У меня тут, как бы, я под защитой Евросоюза. А в Донецк вы сейчас как ездите? Через что? Ну, через Россию. И пускают? Нормально вас? Да. А как? С украинским паспортом. А по-другому, может, не доберешься? Нет, почему не доберешься? Доберешься, наверное. Я сюда приехала через Финляндию. Ничего, нормально. Понятно. Ну, дай бог, чтобы все быстрее началось. Да, да. Вам удачи, всего хорошего. До свидания, всего хорошего. На самом деле просто восхитительный рынок. Я был на многих рынках. Ну, понятно, да, везде там все это красиво выглядит, но здесь он просто огромный, гигантская территория. И вот эти бесконечные ряды с очень вкусными фруктами. Фрукты, овощи, куда ты не подходишь, у тебя везде просто, не знаю, какие-то вот идеальные гигантские апельсины, очень сладкие арбузы, помидоры, картошка. Хочется просто все купить и всем этим объедаться. Рынок потрясающий. Мне кажется, только из одного рынка можно сюда переехать жить, чтобы каждую пятницу ходить на этот рынок и закупаться вкусняшками. Я заглянул в бар La Dispensa Salmantino, чтобы попробовать хамон. Кстати, это заведение занесено в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество маэстро-картадоров и за самое большое блюдо с хамоном величиной с городской фонтан. Для приготовления такого большого блюда было использовано свыше тонны хамона. Андрес Фернандес, один из партнеров бара, работает здесь уже 18 лет. Он не только угостил меня потрясающе вкусным хамоном, но и рассказал обо всех тонкостях нарезки. Расскажите, пожалуйста, что это, что это такое вообще у вас в руках, и что такое хамон, и чем он отличается из столько этих ног висит. Смотрите, вот в таком виде хамон попадает к нам в руки. На этой веревке он будет висеть всю свою жизнь после того, как его достанут из засолки. Мягкий хамон называется перниль. Ему около 90 дней. Его достают из соли, а затем он 90 дней висит в охлаждаемой камере. В камере должно быть 4 градуса или меньше. Там он проводит 90-100 дней. Это называется провяливание. После этого хамон помещают в погреб минимум на год. Срок зависит от сорта. И берег ли это, избьет ли он. Зависит от породы свиньи и многих других факторов, которые знает только эксперт. И вот хамон вешают в погреб, чтобы он дозревал под землей как бы в подвале. Этому хамону чуть больше трех лет. Это наш хамон. Хамон диспенса сальмантины. А сколько максимально можно хамон удерживать? Стандартные рекомендации устанавливают минимум, как я говорил, и берега. От двух лет бьет, а от трех. Максимального срока в стандартах нет. Да, конечно, по закону устанавливается срок годности. Но хамон, как хорошее оливковое масло, у него нет срока годности. Как у других продуктов. Чем больше его возраст, это как хорошее вино. У хорошего вина нет срока годности. Сколько может стоить хороший хамон за ногу? Одна порция? Нет, одна нога. А, одна нога, понял. Ну, это зависит от веса. Но хороший хамон из биоты, минимальная стоимость будет 60 евро за килограмм. Это минимум. Цена зависит от марки, от магазина, где его покупать. Например, в Элькорте, Инглес, или специальном супермаркете где-то в Белиндоре, в Тривьеха и так далее. В каждом магазине своя цена. В общем, нога килограммов на 8 будет стоить... Такой хамон обойдется где-то в 550-600 евро. Хамон в разных регионах Испании, он отличается друг от друга? Да, конечно. У хамона и берека есть четыре названия по регионам происхождения, которые защищены законодательством Испании. Это хамон деуэльва, дальше эстримадура, третье – гихуэла, четвертое – лос-педрочес из Кордобы. И... У каждого сорта есть свой характерный вкус. Например, у уэльвы очень яркий вкус, сильный. Поэтому вам больше нравится хамон синкохотос, больше, чем хасэлита. Хасэлита – это хамон из гихуэла. Это тоже премиум-класс, но из гихуэла. А синкохотос из уэльвы, у него самый сильный вкус. Многие люди думают так же, как и вы. Им нравится этот яркий вкус, нравится запивать его глотком вина. Итак, оборудование. Нужно как минимум три ножа. Один самый большой – вот такой нож. Он нужен только для срезания кожи и жира. Его должен брать в руки только хамонера. Маленький нож нужен для срезания мяса с кости. Третий нож основной – для нарезки хамона. Он длинный, с вот такими выемками. Из-за этих выемок его называют сальмонера. Этот нож гибкий. Он отлично нарезает. Этот нож нужен только для того, чтобы срезать с ноги тончайшие слайсы хамона. И четвертый инструмент – мусат. Он нужен для всех трех ножей. Когда мы касаемся костей, используем нож, снижается его острота. И тогда мы используем вот это. Но мы не затачиваем мусатом тупые ножи. Когда нож совсем затупляется, мы отдаем его профессионалу. Мусат нужен просто для поддержки хорошего качества нарезки. Ломтик можно положить по-разному – жиром наружу или внутрь. Здесь его мало, так что положу жиром наружу, чтобы выглядело красивее. Важно идти по порядку – как в нарезке, так и в сервировке ломтиков. Кладем первый, а затем второй так, чтобы он заходил на него. И дальше по порядку. Вот, посмотрите, как вышло. Вот так получилось. Дальше можно сделать, например, розу. Берем наш жир и прикладываем к хамону. Делаем вот такую розочку. Кладем ее на блюдо так, чтобы закрыть край спирали. Закрываем конец. Вот такая красота получается. Если кажется, что мало, делаем еще лепесточек. Этот жир очень легко прилипает. И наше блюдо готово. Теперь сделаем так. И храним хамон вот так. Не кладем ткань прямо на мясо, не используя масло. Когда мы в следующий раз в ресторане или дома захотим нарезать хамон, мы снимаем полотенце, убираем его. Я нарушил всю красоту. Снимаем жир. Мы отъехали от Требьехи на 10 километров и переехали на другое побережье, которое называется Ориуэлла Коста в пригород Лозенья. Сколько стоит здесь недвижимость? А если мы говорим про морскую сторону, здесь в основном дома, виловая застройка. И дома, наверное, от 500 тысяч евро и выше. Это будет вторичный фонд, более старое жилье. Новых домов купить здесь практически невозможно. То есть в основном люди покупают старый дом, сносят его и строят. Слушай, ну там вот какие, прямо на обрыве можно дом купить, да? Да, но это где-то уже 3 миллиона евро. 3 миллиона евро. Зачем мы идем туда, где дорого? Показать другую Требьеху. Зачем мы идем туда, где у нас нет денег? Где нас не ждут, нам там не рады. Да. Ну, здесь также можно посмотреть какие-то, например, апартаменты. Я не хочу смотреть. Что смотреть, если у нас нет денег? Апартаменты подешевле, где будут цены на 250 тысяч евро. Скажи мне, почему Требьеху называют испанским Брайтон-Бич? Ну, прежде всего из-за того, что большое количество русскоязычных людей. И это не комплимент, если ты не понял. Для кого-то комплимент, для кого-то не комплимент. Именно из-за того, что здесь самая большая концентрация русскоязычных людей на душу населения. Мы говорим о, наверное, 12-13 тысяч людей, которые говорят на русском языке. При населении может быть 100-120 тысяч. То есть каждый восьмой, каждый десятый, скорее всего, говорит на русском, либо на украинском языке. Смотри, феномен Брайтон-Бич и то, почему это не комплимент. Это когда начались первые волны миграции. Это еще был конец 80-х, еще был Советский Союз, но евреям разрешили уезжать. В основном миграция была из Одессы. Почему потом Брайтон-Бич долго называли такая маленькая Одесса? Сейчас он превращается в маленький Ташкент, а до этого это была все-таки маленькая Одесса. И со всем этим юмором, со всеми этими артистами. Но проблема в том, что люди, которые уезжали из Совка в Америку, они приезжали в Америку и строили вокруг себя жизнь по тем представлениям об Америке, которое у них было. С этими видами колбасы, с какими-то там лавками, еще что-то. И сегодня, когда ты приезжаешь на Брайтон-Бич, ты попадаешь в прошлое, в 90-е, потому что там все законсервировалось. Там советская мечта. Люди построили вокруг себя советскую мечту, как они себе представляли Америку, и это все остановилось. Законсервированный такой музей 90-х таких вот годов. Как в фильме «Брат» показано это было. Насколько здесь русскоязычное сообщество, которое есть, насколько оно здесь прогрессивное? Потому что складывается впечатление, что как-то тоже так вот все, немножко консервативно. Все по-разному. То есть есть и то, что ты рассказал, что происходит на Брайтон-Бич, и здесь тоже есть такое. И есть русские магазины, которые продают продукты, которые привыкли кушать люди в бывшем Советском Союзе. Да, это и гречка, и соленые огурцы, и селедка, и тому подобное. Есть кто более прогрессивный, есть кто смотрит в прошлое. То есть каждый живет как ему угодно. Но молодежь не задерживается? Или они все-таки уезжают в Мадрид, в Барселону, куда-то в более такие? Есть, которые переезжают, есть кто остается. Но вообще изначально, конечно, наш город, он больше город для людей, кому 50+. То есть больше всего людей приезжают в этом возрасте. Для нас с тобой. Ну, я еще не подошел. Ты еще больше не подошел. Но сегодня приехало, конечно, огромное количество людей, молодых семей с детьми, что раньше здесь было не хватало. Да, были большие люди предпенсионного или пенсионного возраста. Ну, вот это параллель, сравнение между Нью-Йоркским Брайтон-Бич и Таревьеховским Брайтон-Бич. Оно правильное. Оно, конечно, есть. Чего скрывать. Это старые постройки, наверное, конец 80-х годов. Вот здесь тоже мы видим старые домики. То есть это такие небольшие поселки, что классно. Здесь очень красивый променад. Да. И ты можешь с одного городка гулять в другой. И плюс-минус расстояние, я думаю, наверное, километров 7. А может даже 8. Слушай, а на этих пляжах какая-то инфраструктура есть? Там сдают зонтики, лежаки и все что-то. Да, на этих пляжах есть лежаки и есть пляжная кафешка, которую еще не установили, должны установить. Сколько сезон здесь длится? Вообще обычно сезон, наверное, принято считать с июня и до конца октября. Окей. Море здесь достаточно теплое. Июль-август на пике. Вода 27-28 градусов. Сентябрь, наверное, 25. Октябрь, я думаю, 23. Июль-август. Июль-август. Кстати, никакого испанского экономического чуда не случилось бы без туризма. Благоприятный климат, теплое море, красивые виды. Все это привлекало туристов в Испанию в середине прошлого века и привлекает до сих пор. Я отправился в небольшой курортный город Бенедорм, чтобы посмотреть, как там устроена жизнь. Бенедорм – один из наиболее известных курортов Испании. Он расположен на побережье Коста-Бланка в 120 км от Валенсии и в 40 км от Аликанта. Этот город, состоящий в основном из небоскребов, часто называют испанским Манхэттеном. Бенедорм считается одним из самых популярных курортов в мире, подобно Канарским островам и Ибице. До 1952 года население Бенедорма составляло 2000 человек. Тогда мэром города был Педро Сарагоссар. И он решил превратить небольшой поселок в один из самых известных курортов мирового масштаба. Его план был весьма прост – провести обширную рекламную кампанию, для того чтобы Европа узнала об уникальном курорте Бенедорм. И благодаря этой стратегии население города увеличилось до 72 тысяч человек. А количество туристов, отдыхающих в отелях и кеппингах Бенедорма, круглый год выросло до десятков и сотен тысяч. Турист прошел. Смотри, я про Бенедорм прочитал несколько определений. Его называют испанским Майами и еще испанским Манхэттеном. Видимо из-за небоскребов ваших. Конечно. Это получилось из-за того, что здесь генеральный план города по застройке, он разрешает строить высоту без ограничений практически. То есть тут нет лимита поэтажности. Вообще в Бенедорме интересная штука. 8 из 20 самых высоких зданий находится испанских. Да. Находится в Бенедорме. Вообще вот если ты смотришь на весь этот город, на все вот эти высотки, у тебя такое ощущение, что это какой-то мегаполис большого города. А на самом деле здесь население 70 тысяч всего по сути. Но здесь очень много туристов. Этот город посещает несколько миллионов туристов ежегодно. И я вижу, что здесь в основном туристы, они все европейские. Большинство. Самое большое количество туристов — это британцы. Их больше всего здесь. Ну а вот так вот выглядит центр Бенедорма. Огромное количество пенсионеров. И пенсионеры явно не наши. Все сидят, пьют пиво, вино, другие напитки, наслаждаются жизнью. С точки зрения архитектуры центр, конечно, никакой, потому что никто особо не следит ни за дизайн-кодом, ни за чем. Но в плане атмосферы — это еще не туристический сезон, это еще начало мая, холодно. Представляю, что здесь в туристический сезон творится. Людей много, все веселые. Я вот все думал, чем вызвано такое большое количество этих электрических колясок, на которых здесь люди передвигаются. Потому что редко в европейских городах такое встречается, но что бы в таком количестве я не видел. Оказывается, здесь их просто дают в аренду. Поэтому люди ослабленные, больные, пожилые, они могут арендовать такое электрическое кресло и осваивать на нем Benidorm. Их прямо здесь действительно очень много, и до этого я не видел ничего подобного в других городах. да, но в детстве взять эту коляску и не очень много, Такие электрические коляски, они, оказывается, стоят совсем недорого. То есть двухместную, если вы хотите с любимым человеком кататься, она стоит 20 евро в день или 100 евро в неделю, а такая вот простенькая, одноместная, в зависимости от размера, ну где-то 10 евро. 10 евро в день, 50 евро в неделю или 150 евро в месяц, и ты можешь вообще больше никогда не ходить. Я, конечно, к этому не призываю, здесь уже ресурс такое страшное будущее, где все люди передвигаются на этих электрических креслах, и никто не ходит и игнорирует физические нагрузки. Но, с другой стороны, для людей действительно больных и для тех, кто по каким-то физическим своим данным не может осматривать прекрасный курортный Бенедор, это хороший выход, и огромное количество людей действительно их арендует, и ездит здесь по старому городу, по набережной. В общем, интересная штука, нигде я раньше такого не видел. Среди бетонных джунглей и небоскребов можно найти зеленый уголок, это парк Лай Гуэра, построенный в стиле неоклассицизма архитектором Рикардо Бофилом. Это главный городской парк, где можно насладиться прохладой тенью тропических деревьев, попить кофе на лавочке или погулять по красивой пальмовой аллее. На его территории расположена арена для кориды, а также два амфитеатра, где проводятся различные культурные мероприятия, включая ежегодный песенный фестиваль. В парке также находится бюст испанского певца Хулио Иглесеса, который начинал свою карьеру именно здесь, в Бенедорме. И вот сейчас как раз на арене, на одной из арен планируется что-то планируется, какой-то, возможно, концерт, но туда не пускают. Но арена красивая. Ну и что касается Рикардо Бофила, это один из главных испанских архитекторов, сам он себя называет каталонский архитектор. Большинство его построек, они находятся в Барселоне. Есть здесь, у нас в Бенедорме, например, парк. Он, кстати, был построен еще в 80-х годах, поэтому... Так, не самая известная из его построек. Но здесь, недалеко от Бенедорма, в Аликанте, есть несколько жилых комплексов, построенных по проекту Рикардо Бофила. Вот они действительно знаковые. Ну а сам Рикардо Бофил, к сожалению, умер от последствий ковида в январе 2022 года. А то мог бы еще много всего прекрасного спроектировать. Здесь есть детская площадка, на которую сейчас завезли огромное количество детей. И проблема этой детской площадки, что она учит детей плохому. Она вся построена в стиле панорамы Бенедорма. А Бенедорм здесь еще называют местным испанским Майами из-за большого количества небоскребов. По какой-то совершенно неведомой причине они действительно построили огромное количество высотных зданий. И почти все эти здания, они относительно стремные по архитектуре. Но местные, судя по всему, ими гордятся. И даже сделали детскую площадку с панорамой. Вот с профилем главных высоток местных. И башни на этой детской площадке повторяют некоторые башни, которые здесь построены. Ну, время развлечься. Недаром мы пришли на детскую площадку. Так что... Весьма забавно. У них тут, кстати, есть небоскреб, который они построили. И они почему-то считают, что это самое высокое жилое здание в Европе. Кстати, большинство самых высоких жилых зданий находятся в России, а конкретно в Москве. Хотя, возможно, испанцы Москву за Европу не считают. Что касается архитектуры, то по архитектуре здание довольно сомнительное. Да, они действительно сделали здание в виде 11 и буквы «М» в память о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. Лучше бы они в память о терактах сделали просто хорошую архитектуру и пригласили бы каких-нибудь хороших архитекторов. Мы отправились в поселок Финистрат, который находится в пригороде Бенедорма у подножья горы. Здесь есть большие участки, где сегодня массовое строительство идет индивидуальных, преимущественно индивидуальные дома. Есть немножко резиденции, состоящие из бунгал. Здесь есть гольфовое поле, оно как раз внизу, один километр ниже, с рестораном. И есть сам городок Финистрат, который вот в ту сторону, в сторону гор находится. Это отдельный муниципалитет, но находится в 10 минутах езды от Бенедорма и пляжа Бенедорма. Я так понимаю, здесь все будет застроено вокруг? Да, здесь сейчас очень много стройок идет, много вывесок висит. Так что здесь построится более тысячи домов, построено уже где-то 300-400 домов. Давай посмотрим дом, что здесь предлагают. Да, это шоу-хаус, готовый пилотный вариант одного из проектов, проект из 19 домов. На самом деле здесь осталось всего 5 домов в продаже, 14 домов уже проданы. И стоимость таких домов от 510 тысяч евро, 510-520 тысяч евро. Сколько метров? Дом 140 метров в застроенной площади и участки более 300 метров. Каждый участок имеет свой бассейн. На участке всегда есть въезд для одной-двух машин. Именно здесь, наверное, я думаю, две машины можно разместить. Ну да, если небольшие, гаража нет. Гаража нет, подвального этажа нет. Здесь у нас бассейн и выход из салона, из гостиной на зону отдыха с бассейном. И этот вид, он тоже как-то застроится. А этот вид, в принципе, не застроится. Вот этот вид на море, он уже всегда останется, потому что дома идут лесенкой вниз. Вот каждый последующий дом ниже этого дома. И здесь отличие от Бенедорма, где разрешены строительства высотных зданий, здесь только индивидуальные дома двухэтажные, не более. Это входная группа. Здесь у нас сразу установлен видеодомофон. Приходит какой-то вот такой небольшой шкафчик. Ну понятно, да. Мини-гардеробный. На первом этаже расположен салон, совмещенный с кухней. Кухня интегрирована у нас всей бытовой техникой. Есть кухня, бытовая техника? Да. Что входит в стоимость? В стоимость дома входит кухня со всей бытовой техникой. В спальных комнатах встроенные шкафы, полностью завершенные ванны, освещение. И все окна с электрическими роллставнями, жалюзи. А выбирать как-то уровень отделки можно или все одинаково везде? Да. Всегда на начальном этапе застройщик предлагает на выбор несколько отделочных материалов. Это и напольное покрытие, это ванны и комнаты. И, как правило, еще цвет кухни тоже можно выбрать. Но это можно выбирать только по цвету, не по качеству? То есть нельзя там сделать, чтобы техника Милли, например? Можно, безусловно. Здесь входит не премиальный пакет электрических приборов. Это непонятная фирма. Скорее всего, Китай. И, конечно, можно за доплату взять Милли, или Бош, или Сименс, или что нравится. Также на первом этаже у нас есть одна ванная комната и спальня. Спальня примерно 12 квадратных метров, панорамные окна, выход на участок и шкаф. В ванных комнатах есть теплый пол, и, естественно, вся сантехника, все входит. Это санузел раз, а это постирочная. Ну, это такая постирочная болерная комната. Здесь установлена стиральная сушильная машина и тепловой насос для горячей воды. Это главная спальная комната. Она со своим санузлом и с балкончиком. И вторая спальня на этом этаже. И тоже, кстати, со своим санузлом. И здесь у нас терраса. Ну, такая эксплуатируемая крыша, да, терраса, где летом, конечно, никто сюда выходить не будет, потому что тут будет очень жарко, безумно жарко. А в зимнее время, да, здесь можно принимать солнечные ванны, загорать. Ну, и здесь достаточно хороший вид на море. Который, как ты говоришь, не застроится. Здесь нет, конечно. Ну, участок идет вниз, так что мы видим, как лесенкой строятся дома. Смотри, если я здесь покупаю себе от виллу, через сколько она будет готова? Значит, я посмотрел на плане застройки. Из пяти домов, которые остались в продаже, два самых быстрых будут готовы через 11 месяцев. Остальные 16-18. Ну, все условно, через два года. От года до полутора, получается. Какие здесь есть правила, например, по сдаче? Могу ли я ее купить, потом сдавать в аренду? Есть ли какие-то ограничения? Да, конечно. Нет, ограничений нет. Ты можешь сдавать в долгосрочную аренду, ты можешь сдавать в краткосрочную аренду. В этом униципалитете можно получить туристическую лицензию и сдавать посуточно туристам. То есть через Airbnb можно сдавать эту виллу? Можно через Airbnb, через Booking, через любые агрегаторы по туристической аренде можно сдавать посуточно. Можно сдавать на долгосрочную аренду, никаких ограничений нет. По твоему опыту, какая может быть доходность, если покупать эту виллу как инвестиция под сдачу? Такую виллу в долгосрочную аренду можно сдавать за 3,5 тысячи евро в месяц, если мы говорим про долгосрок, про круглогодичную аренду. Краткосрочная? Краткосрочная аренда в летнее время будет составлять примерно 3,5-4 тысячи евро в неделю. Но это только высокий сезон и юля-вкус. Естественно, в зимнее время, во-первых, тяжелее всегда сдавать зимой, потому что туристов меньше, и арендная ставка не будет такой высокой. Покупая такой дом, за 510 тысяч евро можно получить по упрощенной программе, получить вид на жительство. Называется это золотая виза, golden visa, которую в Испании может получить инвестор, кто покупает дом, плюс его вторая половинка и несовершеннолетние дети. Значит ли это то, что цена этого дома немного завышена? Я тебе объясню, почему? Потому что часто застройщики делают специально проекты, например, под вид на жительство, под гражданство, под еще что-то. В зависимости от страны, где есть какие-то ограничения. Что здесь интересно? Ты говоришь, для золотой визы нужно купить недвижимость на 500 тысяч евро. Мы приходим сюда, и здесь дом стоит 500 тысяч евро. То есть ты даже не можешь торговаться. Ты можешь прийти и сказать, чувак, сделай мне скидочку. 10% он говорит, я тебе могу сделать, но ты выпадешь из золотой визы. Смотри, здесь не очень много покупает людей, которым нужна золотая виза. Основная масса покупателей здесь европейцы. Скандинавские клиенты, бельгийцы, голландцы, немцы, французы. Им золотая виза не нужна, у них европейский. То есть цена адекватная? То есть цена адекватная. Скажи, здесь вообще принято торговаться? Здесь принято торговаться, но сегодня получить значительную скидку тяжело. Ну сколько можно получить? Ну я думаю, плюс-минус 2, может быть, 2-3%. Ну то есть в лучшем случае они тебе гриль подарят и кепку. Что-то подарят, может быть, 10 тысяч в скидку. Вот плюс-минус так, я думаю. Еще такой момент, смотри, мы сюда приехали, здесь вот сидит застройщик. И я могу прийти к нему напрямую и купить у него там условно этот дом. Зачем мне идти к тебе вообще? Цена не будет отличаться, она будет точно такой же. Потому что мы поможем со всеми типами документации, общения с застройщиком. Застройщик испанец, говорит на испанском языке. То есть дешевле, если я приду напрямую без тебя, как посредника, у меня все равно не было. Не купишь, а даже через нас может быть будет дешевле, потому что мы можем сами тоже делать какую-то скидку за счет комиссии, которую мы получаем от застройщика. Можно же купить еще и землю. Да, можно купить землю. Мы сейчас стоим на потрясающем участке, который ты уже хочешь мне продать. Да, он продается этот участок. 8 соток земли, 800 метров и цена 240 тысяч евро. Здесь можно построить один индивидуальный дом, а можно построить два дома по 4 сотки земли. Ну тогда опять будут соседи. 8 соток, самое главное, что здесь есть сосны. Это участок с сосновым лесом. Если как-то грамотно подойти, то ты строишь дом и уже живешь, тебе не надо ждать, когда ты уже живешь в тени сосен, дышишь сосновыми вот этими вот шишечками, открываешь окно, тебе ветка по лицу с утра, доброе утро. Доброе утро, да, такое классное. Объясни мне, кстати, как работает система с золотой визой, если я покупаю, например, участок земли и строю дом. Если ты покупаешь участок и строишь дом, тебе засчитывается сначала стоимость земли. Конкретно этот участок стоит 240 тысяч евро. А дальше ты пока строишь дом, это еще... По документам дома еще нет. Ты должен закончить строительство, ввести его в эксплуатацию. И потом его как-то оценят. И потом, да, ты его оценишь, когда пойдешь к нотариусу, и подпишешь акт размежевания строительства на этом участке. Тогда образуется дом на участке. Что с коммуникациями? Здесь все есть, здесь городская канализация, вода, электричество. Сколько стоит ко всему этому подключиться? Когда начинаешь строить, ты смотришь, где ближайшие точки подключения, и мы видим люки, они рядышком находятся. Плюс-минус канализация, вода, электричество на один дом будет стоить, я думаю, порядка 5-6 тысяч евро, не больше. Сегодня я бы сказал, построить в хорошем качестве дом, наверное, нужно рассчитывать плюс-минус 2 тысячи евро. За квадратный метр? Тяжело построить дешевле, чтобы было хорошо. На этом участке можно построить дом площадью до 240 квадратных метров. Где-то коэффициент застройки, по-моему, 30%. Это другой дом, тоже городок Феннистрат, но это такая закрытая урбанизация, охраняемая, называется Сьерра-Картина. Она попрестижнее, и плюс, что она уже практически вся застроенная, более зеленая. Сколько он стоит? 720 тысяч евро. 720 тысяч? Если дома дороже. Да, но он по сути такой же, тоже такой же бассейн, такой же участок. Примерно, да. Немножко больше участок, 4 сотки здесь. Такой же дом, только дом здесь с двойным светом. Он визуально кажется больше по площади. По площади не сильно больше другого, но по объему он кажется больше. Здесь двойной свет, очень светлый. Мы не включили свет. Да, да, двойной свет. Тоже три спальни, да? Тоже три спальни и тоже три ванных комнаты. Здесь есть такая небольшая, как бы неполная версия системы «Умный дом». Например, ты когда уходишь, нажимаешь одну кнопку, у тебя гасится весь свет и закрываются все роллставни в доме. Что тоже так удобно. Здесь все поприятнее. Побольше, побьем, получше, получше, побольше, подороже. Тут две раковины ванной, а не одна как там. Нет, ну это, конечно, лучше, да. Мы приехали в небольшой город Альтею. В интернете пишут, что он самый красивый в местных краях. В нем проживает около 25 тысяч человек. Когда-то добыла небольшая деревушка на берегу моря, а сейчас сюда приезжают туристы, чтобы насладиться неспешной жизнью. Это место очень любят художники, скульпторы. Отсюда открываются очень красивые виды. Слушай, а вот образ жизни вообще в этих краях, он какой? Я думаю, что большая часть людей, которые здесь живут, они, скорее всего, работают в туристическом секторе. Здесь есть небольшие отельчики, рестораны, магазины. Скорее всего, они занимаются вот как раз в этой отрасли, туристической. Кто-то может выезжать в другие города соседние. Бенедорм всего в 15 километрах, либо в городок Альпа, который тоже плюс-минус 15-20 километров. А вот люди, которые у тебя покупают недвижимость или снимают там ее через тебя, они сюда приезжают сезонно или есть кто-то основательно живет? Большая часть приезжает сюда отдыхать, но есть процент клиентов, которые переезжают. Раньше примерно было порядка 95% покупали как дачу в море, приезжали отдыхать в течение года. Сейчас все больше и больше людей переезжает в связи с войной, которая проходит в Украине. Очень много людей переехало сюда жить, в том числе очень много людей переехало из Западной Европы, из Польши к нам. Очень много людей переехало, которые живут постоянно. А из Польши почему переезжают? Очень многие недовольны политикой, которая есть в Польше. поднять эти налоговые ставки. Да, с очень многими клиентами общаясь, почему они решили приехать. Налоги подняли? У них поднимают налоги, они недовольны политической ситуацией внутри Польши, плюс, естественно, война, которая совсем близко находится от границ Польши. Эти многие факторы побуждают очень многих людей переезжать в Испанию. Какие-то конфликты между русскими и украинцами? Ну, безусловно, они, наверное, есть на каком-то бытовом уровне. Что-то случается, я так думаю. Но, конечно, на территории школы этого нет. И так на улице тоже, в принципе, не видно. То есть у вас хватит? Больше конфликтов всегда в интернете и в Фейсбуке. Там конфликтов много, они регулярные, ежедневные. А как себя вообще рынок недвижимости ведет в последние годы? Вот если рассматривать покупку недвижимости как инвестицию, насколько выросли цены за последний год и какие перспективы на будущее? Я думаю, что за последний год-полтора цены выросли порядка, у нас на побережье, по крайней мере, выросли где-то на 30%. И продолжают расти. Да, смотри, это связано именно как раз с войной, с тем, что многие люди начали перемещать деньги, перемещаться сами. Ну, не только война, здесь много факторов. Ну, конечно, война – это сильный толчок для цен, но в том числе еще и гиперинфляция, которая сегодня в мире есть. То есть деньги обесцениваются, банки банкротятся и очень многие люди боятся за свои накопления и начинают покупать недвижимость, чтобы защитить свои инвестиции. Приехать и купить что-то готовое сейчас не получится? Нет, если мы говорим про новое жилье, очень тяжело. Новостройки в основном ты покупаешь либо на плане, либо в начале строительства. Если мы говорим про вторичный фонд, без проблем всегда есть варианты. Кстати, по поводу покупки, если в новостройках, какие здесь правила? Нужно сразу 100% внести денег или есть какие-то рассрочки? Здесь есть рассрочка, все зависит от застройщика, но в среднем по рынке. Когда вы выбираете объект, необходимо внести задаток, он от 6 тысяч до 10 тысяч евро. Дальше в течение первого месяца строительства выплачивается 15-20% от стоимости, через 3 месяца еще 15-20% и оставшиеся 60% выплачиваете на момент передачи ключей. Есть ли какая-то защита на случай, если застройщик обанкротится, забежит? Да, сегодня есть защита. После кризиса 2008 года все вклады, которые инвестор делает на начальном этапе, они защищены банком, банковской гарантией. Все деньги, которые вы авансируете застройщика на недостроенное жилье, они под защитой банковской гарантии. Если я рассматриваю покупку строящейся недвижимости как инвестицию, могу ли я на этапе строительства перепродать контракт? Обычно нет. Практически никто из застройщиков этого не разрешает. Очень редко какой из застройщиков это разрешит. То есть обычно нужно выкупить этот объект и только потом его продавать. В Испании, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. Одни из моих героев жаловались на высокие налоги для бизнеса, других же они вполне устраивали. Одни хотят уехать из провинции Валенсия в большие шумные Барселоны и Мадрид, другие нашли свое счастье в маленькой Торревьехе. Но с чем согласны все, так это с мягким климатом, теплым морем и высоким уровнем личной свободы. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой канал. А если вам нравится то, что делаю я и моя команда, вы можете поддержать нас, оформив подписку на сервис Патреон, если у вас карта иностранного банка или на Бусти, если карта российского. иностранного банка Продолжение следует...